Я рад снова встретиться с вами в начале новой недели и поделиться ключами к успешной жизни, которую Бог открыл мне за долгие годы изучения и христианского служения. В канун наступающего праздника Рождества я избрал тему, которая, как никакая другая тема, уместна именно в это время. Эта тема называется «Любовь Божия». Но вначале я хотел бы поблагодарить всех, кто написал мне. В конце этой программы вы сможете записать наш почтовый адрес. Нам было бы очень приятно узнать о том, как наша радиопрограмма помогает вам. Поэтому, пожалуйста, напишите нам, даже если это были всего лишь короткое свидетельство. От Львовь Божия. Какие еще слова могли бы лучшим образом передать сущность Рождества? У меня есть огромное желание, чтобы каждый из вас, мои дорогие радиослушатели, канун Рождества получил большое благословение от Бога. Именно поэтому я избрал именно эту тему. Если вы на самом деле вкусите любовь Божию, то тогда благословения, которые вы получите в это Рождество, не будут временными плоскими благословениями, но это будут духовные благословения, которые вы сможете взять с собой в Новый год. Эти благословения останутся с вами до конца в ваших дней на земле и останутся с вами в вечности. С другой стороны, если вы будете жить без познания Бога и Его любви, то тогда, независимо от того, сколько вы будете получать удовольствия, успеха, в конечном итоге вы проживете жизнь напрасно. В качестве вступления к этой теме я бы хотел обратиться к словам, сказанным Иисусом Христом в молитве к Богу. Эти слова записаны в Евангелии Иоанна 17 главе с 1 по 3 стихи. Я читаю эти слова, потому что они раскрывают огромную важность жизни. «После того, как Иисус сказал это, Он возвел очи свои на небо и сказал, «Отче, пришел час. Прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя. Так как Ты дал Ему власть над всякой плотью, да всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную». «Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога и посланного Тобою Иисуса Христа». Итак, перед нами раскрывается смысл жизни. Иисус говорит о смысле жизни в простых словах. Он говорит, «Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога». Мы должны познать Бога не просто через теологию, познать Его не только через творение, как великого Творца, познать Его не только как судью, с которым всем нам надо встретиться, но познать Бога так, как называл Его Иисус, познать Бога как Отца. И познать Бога как Отца мы можем только через Иисуса Христа, Сына. Только Иисус, Сын Божий, может открыть Отца. Никто не знает, кто Сын, кроме Отца, и никто не знает, кто Отец, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть. Поэтому мы зависимы от Бога, от Иисуса Христа, в том, чтобы получить откровение об отцовстве Бога. Иисус говорит, «Сия же есть жизнь вечная, да знаю Тебя единого истинного Бога и посланного Тобою Иисуса Христа». Я верю, что потребуется целая вечность для того, чтобы мы смогли познать Бога. Я не верю, что мы сможем познать вечного Бога в полноте, каким Он есть за время нашей короткой жизни на этой земле. Но Бог приготовил для нас вечность в Иисусе Христе для того, чтобы мы познали Его, познали Его не только как Творца или Судью, но как Отца. И в семье нашего Отца мы можем познать это сокровище Божьей любви. Послушайте, что говорит апостол Павел в послании к Ефесянам, 3 главе, стихи с 14 по 19. «Для всего преклоняю колени мои перед Отцом, Господа нашего Иисуса Христа, от которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле». Видите, что на небесах и на земле есть одно Отечество, или одна семья, и эта семья именуется от Бога Отца. И в этой семье мы можем познать откровение о Божьей любви. Поэтому Павел продолжает эту удивительную молитву и говорит, «Додаст вам по богатству славы Своей крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота и глубина и высота, и уразуметь превосходящее разумение любовь к Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божью». Итак, Павел молится о том, чтобы мы с помощью Святого Духа и через откровение, данное нам во Христе, смогли постичь Божью любовь, которая превосходит всякое разумение, смогли постигнуть ее широту, долготу, глубину и высоту. И Павел говорит слова, в которых содержится парадокс. Он говорит, чтобы мы смогли уразуметь превосходящее разумение любовь к Христову. Поэтому существует любовь, которую мы можем познать, но не можем узнать до конца, потому что она превосходит разумение. Это любовь Бога Отца к Его семье через Иисуса Христа, открытое Духом Святым, открытое через Писание, откровение, которое мы не можем получить никак по-другому. Именно в этом заключается цель жизни, в том, чтобы мы познали Бога как Отца. Если вы проживете всю свою жизнь, достигнув успеха во всех сферах, но вы не получите откровения о Божьей любви, то в конечном итоге ваша жизнь прошла даром, потому что вы пропустили самое главное. Возможно, вы преуспеете в своей карьере, возможно, вы будете очень образованным человеком, очень богатым человеком. Может быть, все соседи будут вам завидовать и уважать вас, но вы пропустите самое главное, что делает жизнь стоящей жизни. И я хочу сказать всем вам в канун наступающего праздника Рождества о том, что то, в чем мы нуждаемся, это в Божьей любви. И сейчас я хотел бы обратиться к примеру апостола Павла, который осознал, что в жизни самое важное и главное. И этот человек нацелился в жизни на достижение познания Бога во Христе Иисусе. Вот слабо апостола Павла, в послании к филиппийцам 3 главе, с 8 стиха. «Да и все почитаю тщетой ради превосходства познания Иисуса Христа Господа. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за ссор, чтобы приобресть Христа и найтися в Нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере». Итак, в этом была цель жизни апостола Павла. Он стремился познать Иисуса Христа. Познать Иисуса Христа не через свою праведность, не через праведность своих дел, не через свои заслуги, не через выполнение правил и закона, но через откровение, личное откровение об Иисусе Христе. В следующих стихах, с 12 по 14, он продолжает. «Говорю так не потому, чтобы я уже достиг или усовершился, но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус. «Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели и почести Вышнего звания Божьего во Христе Иисусе». Итак, Павел стремился к познанию Бога, к познанию Божьей любви. И дальше, в этой же главе, Павел описывает печальную альтернативу, которую ожидает всех, кто не будет жить ради цели, ради которой жил он. Если у нас будут искаженные ценности в жизни. И он говорит в этой же главе 17 стиха, «Подражайте, братья, мне, и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас. Ибо многие, о которых я часто говорил вам, и теперь даже со слезами говорю, поступают как враги Креста Христова. Их конец погибель, их Бог чрева, и слава их в сраме. Они мыслят о земном». Альтернатива очень ясная. Итак, что мы изберем? Думать о земном? Превратим чрево в своего Бога? И слава их в нашей будет срам? Хотим ли мы прийти к саморазрушению? Или мы будем мудрыми? Увидим настоящий смысл жизни? Смысл, который заключается в познании Бога, в познании Бога как Отца, в познании Божьей любви, в том, чтобы узнать любовь, которая превосходит всякое разумение. Эта любовь сокрыта в Личности Иисуса Христа. В канун наступающего праздника Рождества я выбрал тему, которая называется «Любовь Божия». По-моему, именно эти слова наиболее полным образом передают смысл Рождества. Я верю, что наши радиопрограммы на эту тему помогут вам в более полной мере понять события, которые мы празднуем во время Рождества, и вся ваша христианская жизнь таким образом укрепится, и вы получите благословение Бога. Во вчерашней радиопрограмме я рассказал о цели жизни, о которой Иисус рассказывает в Евангелии Иоанна, 17 главе, где Он говорит, что «Сия же есть жизнь вечная, да познаю тебя единого истинного Бога и посланного тобой Иисуса Христа». В этом заключается истинная цель жизни в познании Бога, в познании Бога в Личности Иисуса Христа, в познании Его как Отца, а не как Творца или Судью, но как Отца. И это возможно только через получение откровения. В этом заключается истинный смысл в жизни. Сегодня я расскажу о природе Божией, и я хочу сопоставить два удивительно простых утверждения, которые записаны в страницах Библии о Боге. Каждое из этих утверждений состоит из трех коротеньких слов, но тем не менее еще не было сказано никаких более глубочайших утверждений, чем эти утверждения. Итак, первое утверждение — то, что Бог есть любовь. Второе — Бог есть свет. Это так просто, но настолько глубоко. Первое утверждение о том, что Бог есть любовь, записано в первом послании Иоанна, в четвертой главе стихи 7 и 8. Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий, любящий, рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Есть очень много религиозных людей, которые не знают Бога. Очень много преступлений было совершено во имя религии. Религия произвела на мир очень много жестокости и несправедливости. Эти люди были религиозными, но не знали Бога, потому что Бог есть любовь. Это первое утверждение. Второе утверждение также записано в этом же послании Иоанна, в первой главе стихи с 5 по 8. «И вот благовестие, которое мы слышали от Него и возвещаем вам. Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по истине. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас». Очень проникновенная слава. Бог есть свет, и в Нем нет никакой тьмы. Поэтому, если в нашей жизни есть хоть какая-то тьма, то она становится препятствием между нами и Богом. Мы не можем жить с Богом, живя во тьме, потому что Бог есть свет, и в Нем нет никакой тьмы. Это не теология, это откровение. Это очень практичное откровение. Оно раскрывает нам условия, которые нам необходимо соблюдать для того, чтобы достичь близких отношений с Богом. Если мы сопоставим эти два утверждения, о том, что Бог есть любовь и Бог есть свет, то мы сразу осознаем внутри себя глубокое противоречие. Во-первых, Бог есть любовь, в которой мы так нуждаемся. Его любовь влечет нас, привлекает нас к себе. Мы так хотим получить эту любовь, но Бог также и свет. Абсолютный, чистый, яркий свет. В этом свете нет никакой тьмы. Никакая тьма не может иметь общение со светом. Никакая тьма не может войти в этот свет. И мы становимся перед противоречием. Любовь привлекает нас, но свет пугает нас. И многие из нас переживают это противоречие в своей христианской жизни. В Боге есть то, что привлекает нас, и то, что пугает нас. И человеческий разум сам по себе не может решить эту проблему и эту противоречие. Но тем не менее, глубоко внутри нас есть желание познать Бога. Как ужасно подумать о том, что мы можем войти в Божье присутствие неочищенными во грехе. И позже, в 1-м послании Тимофея, 16-й главе, в стихах 15 и 16-м, апостол Павел описывает Бога как блаженного и единого сильного царя от царствующих и Господа господствующих, который единый имеет бессмертие, который обитает в неприступном свете, которого никто из человеков не видел и видеть не может. Ему честь и держава вечная. Аминь. Итак, Бог — царь. Он царь царей. Он Господь господствующих. Он блаженный. Единый, сильный царь царей. Он единый, имеет бессмертие, и Он живет в неприступном свете. Бог есть свет. В Нем нет никакой тьмы. Как же мы можем приблизиться к этому свету? Как мы можем подойти хотя бы близко к Нему? Но, с другой стороны, жизнь пустая и бессмысленная. Если мы не познаем Божьей любви по этому, Божья любовь влечет нас, но Его святость пугает нас. Мы становимся перед противоречием. Но благодарение Богу за то, что в Библии описывается и Божье решение этой проблемы, этого противоречия между любовью и светом. И именно в Рождество стоит уделить особое внимание тому, как Бог решил эту проблему. Человек влечен Божьей любовью, но Его пугает свет Божьей святости. Только Бог мог решить эту проблему, и Он решил ее. Он решил ее во Христе. Человек не мог сам приблизиться к Богу, поэтому Бог сошел с небес к человеку. Он облегся в плоть. Облегся в человеческое тело, тело маленького младенца. Этот свет облегся в человеческое тело. Мы можем прочитать об этом в 1-м послании Тимофея 3-й главе 16-й стих. «И беспрекословно великое благочестие тайна». Я так рад, что благочестие — это тайна. Если бы мы могли все понять своим ограниченным плоским умом, какой бы ограниченной была жизнь. Я слышал, как однажды кто-то сказал, «Я не поверю в Бога, пока не помещу Его в пробирку». И на это я подумал, «Если ты сможешь поместить Бога в пробирку, то это уже не будет Бог». Есть тайны, и мы сейчас с вами говорим об одной из тайн, о тайне Божественной любви, о тайне Его света, о тайне, как мы можем приблизиться к Богу. Поэтому Павел говорит, «Беспрекословно великое благочестие тайна». Бог явился во плоти, во плоти маленького ребенка. Он был оправдан в духе, показал Себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире и вознесся во славе. Это итог тайны благочестия, но сущность этого тайна заключается в том, что Бог, который есть свет, Бог, который есть неприступный свет, Бог, в присутствии которого не может войти никакой грех, никакая нечистота, этот Бог избрал облечь свет в человеческое тело, в человеческую слабость, в тело маленького ребенка. И поскольку человек не мог приблизиться к Богу, Бог сошел с небес к человеку. Богу всегда приходилось наклоняться в своих взаимоотношениях с человеком. Когда Бог сотворил Адама, сотворил его глиняное тело, затем он склонился над этим телом и вдохнул в него дыхание жизни. И когда Бог сошел уже не для творения, но для искупления человечества, он склонился еще ниже. Он склонился во чрево Марии. Он стал младенцем, и затем для того, чтобы завершить свой искупительный труд, он склонился еще ниже, склонился к смерти, смерти преступника на кресте. И все это он сделал только потому, что человек сам не может приблизиться к Богу, если Бог, во-первых, не приблизится к человеку. Поэтому Бог взял инициативу на себя. Он отложил в сторону свою славу. Он оставил свой свет. Он облегся в человеческое тело и пришел для того, чтобы открыться нам так, чтобы мы могли принять это откровение, принять эту любовь, которая превосходит всякое разумение, чтобы мы познали любовь, широту, долготу и высоту этой любви. Эта любовь заключена в божественном рождественском подарке. Во вчерашней радиопрограмме я рассказал о двух простых, но очень глубоких утверждениях, в которых заключается сущность библейского откровения о Боге. Я рассказал о том, что каждый из этих утверждений состоит из трех коротких слов. Первое утверждение записано в первом послании Иоанна 4 главе 8 стихе, где говорится, что Бог есть любовь. Второе утверждение записано в первом послании Иоанна 1.5. Бог есть свет. Это два откровения о природе Божией. Бог есть любовь, и Бог есть свет. Я рассказал о том, что эти два утверждения содержат в себе противоречия между любовью и светом. С одной стороны, Божественная любовь привлекает нас к себе, мы нуждаемся в этой любви, но свет пугает нас. Свет удерживает нас от того, чтобы приступать к Богу. Павел говорит, что Бог обитает в неприступном свете. Как же мы тогда можем решить эту проблему, это противоречие между нашим желанием принять любовь к Божию и страхом приходить в нашем греховном состоянии в его свет? Сегодня я расскажу об одном последствии, которое вытекает из этого противоречия между любовью и светом. Это последствие выражается в нашей нужде в принятении жертвы для того, чтобы прийти в Божие присутствие. Это одно из величайших откровений Библии, которые заключаются в том, что для того, чтобы прийти в Божие присутствие, необходимо принести жертву. Никто не может прийти к Богу без жертвы. И жертва всегда говорит о смерти, смерти в качестве возмездия за грех. Ни один человек не может прийти в Божие присутствие без принесения жертвы, которая, во-первых, является признанием факта греха и также говорит о том, что цена была уплачена, была совершена смерть. Нужда в принесении жертвы для приближения к Богу снова и снова появляется на страницах Библии. Эта история начинается еще с первого глава «Бытия». Так, в четвертой главе «Бытия» мы читаем о том, как сыновья Адама, Каин и Авель пришли к Богу, и один был принят, а другой был отвержен. И Авель не был принят просто на основании того, кем он был, но на основании того, какую жертву он принес. «Спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу, и Авель также принес от первородных стадо своего и оттука их. И презрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его не презрел». Это говорит о том, что Господь принял Авеля на основании его жертвы, но точно так же Господь отверг Каина из-за того, что его жертва не была угодна Богу. Разница состояла в том, что жертва Авеля свидетельствовала о его осознании своего греха, о божественном суде над грехом, о нужде в жертве, о том, что должна произойти смерть, заместительная смерть. И на основании этого признания, которое выражалось в принесении жертвы, пролитие крови, Авель был принят Богом. Но Каин, который не принес такую жертву, был отвергнут. Этот принцип прослеживается через весь Ветхий Завет. Каждый раз, когда вы увидите, что люди приходили к Богу, обязательно при этом приносится жертва. Жертва происходит заместительная смерть, происходит признание своего греха и Божьего суда над грехом. И любопытно, что это понимание необходимости принесения жертвы ограничивается не только Ветхим Заветом. Иногда то же самое происходит в искаженной форме среди некоторых племен в Африке. Например, когда я жил в Африке, я неоднократно замечал это осознание, которое сидит глубоко в человеческом подсознании о необходимости приносить жертву. В некоторых африканских племенах приносится в жертву своим божествам очень и очень много животных. И я верю, что это отголоски той первой жертвы, которая была принесена еще Авелем. Но принцип заключается в том, что из-за того, что Бог свят, из-за того, что Бог является Светом, мы не можем приблизиться к Нему в состоянии, в своем греховном состоянии без принесения жертвы. Новый Завет ясно раскрывает то, что никакое жертвоприношение животных не может решить навсегда проблему греха. Так в Посланнике Евреям 10 главе 3 и 4 стихах говорится о том, что все ветхозаветные жертвы являлись ежегодным напоминанием о грехах, потому что невозможно, чтобы кровь тесов и козлов уничтожала грехи. Поэтому эти ветхозаветные жертвы никогда не решали проблему греха. Они являлись всего лишь ежегодным напоминанием о существовании греха и о нужде в принесении жертвы. И эти жертвы являлись символом той окончательной жертвы, которая должна была быть принесена на кресте. «Только сам Бог мог принести жертву, которая была достаточна для того, чтобы очистить нас от грехов». И Библия также говорит о том, что принесение жертвы требует двух вещей. Она требует самой жертвы и священника. Жертва — это то, что приносится во время жертвоприношения, и священник — это человек, который приносит жертву. И Библия описывает определенные условия по отношению к священникам и жертвам. Но по Божьему провидению сам Бог стал и жертвой, и священником. Иисус Христос взял на Себя функцию и жертвы, и священника. Иисус — это жертвенный агнец, и Он также священник, который принес самого Себя в жертву. Давайте, во-первых, рассмотрим, что Новый Завет говорит об Иисусе как о жертве. В Иоанна 1, главе 29 стихе мы читаем о том, что Иоанн Креститель говорит... На другой день видит Иоанна, идущего к Нему Иисуса, и говорит, «Вот агнец Божий, который берет на Себя грех мира». Итак, через пророческое вдохновение, через откровение Святого Духа, Иоанн Креститель увидел в Иисусе Христе окончательную жертву, жизнь и кровь которой сможет искупить грех человечества. Так, глядя на Иисуса, через призму пророческого откровения, Он говорит, «Вот агнец Божий, который берет на Себя грех мира». Грех всего мира пал на Иисуса Христа. Но Иисус был не только жертвой, Он также и священник, и очень важно, чтобы мы это поняли. Об этом мы можем прочитать в послании к Евреям, 9 главе, 14 стихе. «То коль ми паче кровь Христа, который Духом Святым принес Себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному, живого Бога». Вы видите, Христос принес самого Себя в жертву Слова, принес... В Ветхом Завете используется только в отношении принесения жертв. Христос был не только жертвой, Он также был и священником. Он стал полным Божьим ответом на проблему греха человечества. Без этой жертвы человек не смог бы приблизиться к Святому Богу. Поэтому мы видим Божественное решение того противоречия, которое мы увидели между Светом и Любовью, между святостью и Любовью. Божья Любовь привлекает нас к Себе, но Божья Святость пугает нас. нам нужна жертва. Но Божья Любовь в каком-то смысле превознеслась над Божьей Святостью и в Личности Иисуса Христа Бог дал нам и жертву, и священника. очень важно, чтобы мы увидели вседостаточность Иисуса Христа. Он есть Агнец, который взял на Себя грех мира, и Он также единственный и уполномоченный Богом священник, который принес самого Себя Богу в жертву, как Агнеца чистого и непорочного. Вечным Духом, говорит Писание, Вечным Духом Он взял на Себя грех человечества всех времен, прошлых, настоящее и будущее. Он стал вседостаточной жертвой за грех, принесенной Божьей Любовью для того, чтобы выполнить требования Божьей Святости. В предыдущих программах на этой неделе я рассказал о том, что основной целью нашей жизни является познание Бога. Вместе с вами мы рассмотрели два библейских простых, но очень глубоких утверждений, которые раскрывают нам природу Бога. И мы увидели, что, во-первых, Бог есть Любовь и Бог есть Свет. Мы также рассмотрели о том, что это ставит нас, людей, перед противоречием между святостью Божией с одной стороны и любовью Божией с другой стороны, потому что любовь Божия влечет нас к Себе. Но, с другой стороны, святость Божия пугает нас, и мы не смеем приближаться к Богу в своем греховном состоянии. Поэтому каждый человек стоит перед противоречием, которое мы не в силах разрешить. На страницах Писания это противоречие проявляется в том, что Бог требовал принесения жертвы для того, чтобы люди могли приходить в Его присутствие. Принесение жертвы является признанием нашего греха и нашей нужды в заместительной жертве за грех. И каждый человек, который приближался к Богу, должен начать это с того, чтобы признать себя грешником и признать Божий суд за наши грехи. Но Божия любовь все равно увлекла человека к Себе. И затем мы рассмотрели, как сам Бог решил эту проблему, это противоречие, и Он сам стал жертвой. Его святость требовала жертвы, и Его любовь приготовила эту жертву для человека. И эта любовь, эта жертва выразилась в Иисусе Христе. Вчера я рассказал о том, что принесение жертвы требует жертвы и священника, который приносит жертву. И Иисус стал для нас и жертвой, и священником. Он стал агентом Божиим, который взял на Себя грех мира. Но, с другой стороны, Он был и священником. Он сам принес самого Себя непорочного в жертву Богу. И так мы увидели, что в Иисусе Христе совершение Божьего плана искупления, и в Иисусе Христе Бог решил проблему нашего внутреннего противоречия. В сегодняшней программе я хочу подойти к этой же теме только с другого угла. сегодня я хочу сосредоточиться на природе Божьей любви и мы рассмотрим, чем она отличается от других видов любви. Сегодня в нашем современном мире существует много разных форм взглядов на любовь. И очень важно, чтобы мы научились определять, что есть любовь Божия и чем она отличается от других видов любви. В Новом Завете, в оригинале Нового Завета, который дошел до нас на греческом языке, существует четыре основных слова, которые переведены на наш язык как любовь. И я сейчас назову вам эти четыре греческих слова и затем вкратце постараюсь дать определение каждого из этих слов. И помните, что нас интересует только четвертое слово, слово, которое используется в отношении Божьей любви. Итак, эти четыре слова. Первое «эрос», второе «сторге», третье «филио» и четвертое «агапе». Теперь я хотел бы вкратце проанализировать каждое из этих слов. Слово «эрос», от него образуются такие слова, как «эротика», «эротичный», что само за себя говорит о природе этой любви. Эта любовь, во-первых, выражается половым влечением. Около цирка Пикадилли в Лондоне есть памятник бога Эроса. Это маленький мальчик с крыльями, и в руке он держит лук и стрелу. И значение этого памятника таково, что этот бог стреляет, запускает свои стрелы любви в людей, зажигая их любовью друг к другу. Но в сущности это любовь половая, это половое влечение. И подобная любовь не является основой для долгосрочных прочих долговременных отношений. Очень многие браки с семьей оказались на разваленных из-за того, что они пытались построить взаимоотношения на любви Эрос. Но любовь Эрос действует только до тех пор, пока люди чувствуют друг другу половое влечение. Второе слово сторге обычно встречается не в виде существительного, но в виде прилагательного. И чаще всего оно встречается в негативном смысле, то есть описывает людей, которые не имеют такой любви. В сущности это слово означает естественную привязанность. Так, допустим, в послании к римлянам это слово встречается в первой главе 31 стихе, где говорится о последствии грехопадения в человеке и описываются люди безрассудные, вероломные, нелюбовные. Вот это и есть это слово сторга. Еще мы могли бы подобрать этому слову значение необщительный, антисоциальный. И во втором послании Тимофея 3 главе Павел описывает моральное разложение человеческого характера и снова использует это слово. Павел говорит, «Знаешь, что в последние дни насыпают времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы родителям, непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны». И вот в этом стихе слово о котором слово сторга переведено на наш язык как слово «нечестивое». Итак, мы должны с вами не забывать о том, что мы рассматриваем сейчас негативное значение этого слова, но позитивным значением является естественная привязанность. Это слово обычно описывает естественные узы, уз родства между членами семей. То есть это естественная привязанность любовь родителей к детям, детей к родителям, братьям к сестрам. И отсутствие такой любви обычно считается противоестественным. То есть когда родители не любят своих детей, мы считаем это противоестественным. Когда братья и сестры не любят друг друга, мы считаем это противоестественным. Поэтому я верю, что лучшим переводом слова на наш язык была бы фраза «естественная привязанность» или «узы, семейные узы любви». Третье слово — «филиум». Основным значением этого слова является «дружба». Но слово «дружба» сегодня оказалось обесцененным. Но на самом деле это очень драгоценное и важное слово. «Быть другом» в Библии — это очень почетный титль, потому что Бог называет, например, Авраама своим другом. В книге Притч, 18 главе, 25 стихе говорится, «Кто хочет иметь друзей, тот и сам должен быть дружелюбным. И бывает друг, более привязанный, нежели брат». И здесь мы видим ударение на том, какую важность имеет дружба, что друзья бывают иногда привязаны более, нежели братья. Итак, мы рассмотрели первые три слова. Слово «эрос», «половая любовь», «сторгой», «естественная привязанность», «эфилия», «дружба». И теперь мы подошли к четвертому слову, слову, которое нас интересует больше всего. Это слово «агапе». Слово «агапе» в Библии обычно подразумевает любовь, которая исходит непосредственно из Бога, но иногда она употребляется и в отношении человеческой любви, но которая каким-то образом является отголоском божественной любви. То есть, где-то всегда с этим связано осознание того, что эта любовь каким-то образом является напоминанием о Боге. И эта любовь имеет несколько признаков, которые я сейчас перечислю. Итак, признаки любви «агапе». Во-первых, это любовь самопожертвенная. Она дает именно себя, а не вещи. Во-вторых, это любовь — это любовь агапе. В-третьих, это любовь безусловная. Она не тебе. Эта любовь совершенно безусловна. В-четвертых, эта любовь проявилась в совершенстве в Иисусе Христе. В качестве примера я прочитаю 5 главу послания к римлянам, 6 по 8 стихи. «Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестилых. Ибо едва ли кто умрет за праведника, разумеет за благодетеля, может быть, кто и решится умереть. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Ударение здесь ставится на понимании того, что это любовь Божия. Это божественная любовь, которая проявилась в том, что Христос умер за нас, когда мы были немощны, когда мы были нечестивыми, когда мы были грешниками, когда мы ни на что не могли претендовать, когда ничто в нас не привлекало к себе Бога. И в таком состоянии Бог возлюбил нас и продемонстрировал всей вселенной Свою любовь к Иисусу Христе. Во вчерашней программе я рассказал о четырех словах, используемых в греческом оригинале Нового Завета. И я перечислю эти слова еще раз. Первое — это слово «эрос». Второе — «сторге». Третье — «филия». И четвертое — «агапе». И я рассказал о том, что слово «эрос» во-первых, означает половое влечение. Второе слово «сторге» лучше всего было бы перевести как «естественную привязанность» или «семейные узы любви». Третье слово «филия» — это слово, переводимое как «дружба». И четвертое слово «агапе» подразумевает такой вид любви, на котором мы сосредоточимся с вами сегодня. Это любовь, которая так или иначе всегда проистекает от Бога. Поэтому сегодня мы сосредоточимся на этом четвертом виде любви, любви «агапе». Сегодня мы в более полном объеме рассмотрим черты этой любви, которые мы вчера коснулись только вкратце. Я надеюсь, что вчерашняя программа оказалась вступлением к сегодняшней беседе. Итак, я рассказал о том, что существует четыре основные признака любви «агапе». Во-первых, что эта любовь самопожертвенная. Во-вторых, эта любовь готова идти второе поприще. В-третьих, она безусловная. И в-четвертых, эта любовь в совершенстве проявилась в Иисусе Христе. Теперь давайте вкратце рассмотрим каждый из этих четырех аспектов признаков любви «агапы». Во-первых, эта любовь самопожертвенная. Это замечательно проиллюстрировано в словах апостола Павла, в его послании к Фессалоникийцам. В первом послании Фессалоникийца, второй главе, восьмом стихе, он напоминает Фессалоникийцам о том, как он себя вел, когда был среди них. И он говорит, «Так мы из усердия к вам восхотели предать вам не только благовестия Божие, но и души наши, потому что вы стали нам любезны». Павел говорит о том, что «мы предали вам душу нашу». Итак, любовь агапы, она готова давать не только вещи, какие-то советы, проповедовать умные проповеди, но она идет гораздо дальше. Она готова жертвовать собой, отдать свою душу. Эта любовь говорит не «то, когда я отдаю тебе все, это значит, что я люблю тебя», но она говорит, что «я готов отдать самого себя, ты можешь рассчитывать на меня». Вот это и есть любовь агапы. И в христианстве, в христианской церкви сегодня очень мало такой любви. Мы слышим много умных проповедей, слышим много умных советов, но быть настоящим христианином — это значит отдать самого себя. Вторым признаком любви агапы является то, что эта любовь готова идти в второе поприще. Я позаимствовал эту фразу из проповеди Иисуса Христа, записанной в пятой главе Матфея. 41 стих говорит, «И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два». В нашей культуре есть определенные люди, которые могут требовать от нас идти одно поприще, требовать от нас долг и что-то, что мы обязаны сделать. Поэтому первое поприще — это то, что мы сделать обязаны. Но когда мы идем в второе поприще, это говорит о нашей любви агапы. И очень важно также обратить внимание на то, что и в естественном смысле, и в духовном плане мы не можем пройти второе поприще, пока не пройдем первое. Итак, агапы — это не сентиментализм. Агапы — это не то, когда мы просто говорим, «Я люблю тебя, я хочу тебе помочь, я помолюсь за тебя». Но это любовь, которая готова выполнять свои обязанности. Во-первых, она выполняет все, что лежит на наших обязанностях, и затем простирается еще дальше. Я часто встречался с людьми, которые говорили о любви агапы, но не выполняли своих обязанностей. Это не любовь агапы. Любовь агапы, если так можно сказать, платит по счетам и затем простирается еще дальше. Эта любовь не обкрадывает и затем дает украденное. Это любовь, которая проявляется в верности, и в малом, и затем идет еще дальше. Третье, что я хочу сказать о любви Агапы, это то, что эта любовь безусловна. Это любовь, которая не требует никаких условий. Она не предъявляет никаких требований. Эта любовь не говорит, что «если ты хочешь, чтобы я тебя любил, ты должен выполнить те и те условия». Эта любовь невозможна заработать и заслужить. И религиозным людям очень трудно понять, как это. Но любовь Божьей действительно невозможна заработать. И если мы любим людей только за то, что они заслуживают, то значит, мы не любим их любовью Агапы. Я вспоминаю строчку из одной песни. Я совершенно забыл мелодию этой песни, но в этой песне поется, «Как суверенна и прекрасна любовь, которую Бог любит меня». И в этом стихе, в этом куплете, любовь Божья описывается как суверенная, как прекрасная и как незаслуженная. Бог отдает свою любовь незаслуженно. Его любовь дается даром. Его любовь прекрасна. Если мы будем верить только в то, что логично и вероятно, то, что кажется вероятным, то тогда мы не сможем принять любовь Божью, потому что она полностью нелогична и совершенно невероятна. Его любовь незаслуженно. И я хотел бы, чтобы эти стихи остались в вашей памяти. «Как суверенна и прекрасна Его любовь, которую Он любит меня». Повторяйте эти стихи снова и снова. «Как суверенна и прекрасна Его любовь, которой Он возлюбил меня». Четвертое, о чем я хотел сказать в отношении любви Агапы, это то, что эта любовь проявилась в совершенстве в Иисусе Христе. И это совершенно необходимо для нашего понимания, для того, чтобы понять сущность Евангелия. Любовь Агапы проявилась в полноте Иисусе Христе. И я хочу прочитать из пятой главы послания к римлянам, шестой, седьмой и восьмой стихи. «Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых. Ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля, может быть, кто и решится умереть. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Вот это и есть любовь Агапы. Это наивысшее проявление любви Агапы. Давайте рассмотрим на три черты нашего состояния, в котором Бог возлюбил нас, и когда Он умер за нас. Во-первых, Павел говорит о том, что мы были немощны, мы были бессильны, чтобы измениться. Во-вторых, мы были нечестивыми, мы были прямо противоположны тому, что Бог ценит, что Он любит, чего Он требует. В нас не было ничего, чтобы привлекало к нам Бога. И в-третьих, мы были грешниками, мы были бунтарями, мы были врагами по отношению к Богу. Мы не покорялись Божьему закону, мы не делали того, что Бог требует от нас. Итак, это три черты природы людей, из-за которых Бог отдал Своего Сына Иисуса Христа. Немощные, нечестивые и грешники. И есть еще нечто, на что нам стоит обратить внимание в отношении демонстрации Божественной любви во Христе Иисусе. Это очень важно, потому что имеет отношение к нам с вами. Если мы этого не поймем, мы не сможем пребывать в Божьей любви. Дело в том, что любовь Агапе исходит через веру. Бог проявил любовь Агапе через веру. Бог имел веру в то, что смерть Иисуса Христа завершит Божьей цель. И это очень-очень важно понять, что все это простекает через веру. Если бы Бог ждал, пока Он увидит результаты, то Он бы не принес никакой жертвы. Но Бог поверил в то, что этот Его драгоценный дар, этот рождественский дар Его любви произведет определенные результаты. Поэтому Он не ждал, но отдал Своего Сына в жертву за нас. И в заключении сегодняшней программы я бы хотел напомнить вам то, о чем я говорил уже прежде. Но я повторю это снова. Помните, что Иисус является божественным рождественским подарком, и в Нем Бог дал нам все, в чем мы нуждаемся во времени и вечности. Бог не дал нам много подарков, но Он дал нам один подарок, в котором заключено все. И также не забывайте, что Бог повесил Свой подарок на дереве. Этим деревом был крест. И это показало нам превосходящее разумение, любовь к Христову, которую не можно измерить никакими мерками. Я хочу процитировать этот куплет из песни снова, чтобы он остался в вашей памяти, как суверенно и прекрасно Его любовь, которой Он возлюбил меня. Я рад снова встретиться с вами в начале новой недели и поделиться ключами к успешной жизни, которую Бог открыл мне за долгие годы изучения и христианского служения. На этой неделе мы продолжаем изучение нашей предрождественской темы «Любовь Божия». Вначале я хотел бы поблагодарить всех, кто написал мне. В конце этой программы вы сможете записать наш почтовый адрес. Нам было бы очень приятно узнать о том, как наша радиопрограмма помогает вам. Поэтому, пожалуйста, напишите нам, даже если это будет всего лишь короткое свидетельство. А теперь переступим к изучению нашей рождественской темы «Любовь Божия». У меня есть огромное желание, чтобы каждый из вас, мои дорогие радиослушатели, в камень праздника Рождества получил большое благословение от Бога. Именно поэтому в это время я избрал тему «Любовь Божия». Если вы сможете вкусить любовь Божию, то тогда благословения, которые вы получите в рождество, не будут временными, плоскими благословениями, но эти благословения вы сможете взять с собой в Новый год. Они останутся с вами на всю жизнь, и вы сможете взять их с собой в вечность. С другой стороны, если вы будете продолжать жить, не зная Бога и Его любовь, то независимо от того, сколько удовольствия вы получаете, какого успеха вы достигнете, в конечном итоге ваша жизнь пройдет напрасно. На прошлой неделе я рассказал о двух простых, но очень глубокомысленных утверждениях о том, что Бог есть любовь и Бог есть свет. Сегодня и также до конца этой недели мы продолжим изучение этой темы в более полном объеме. Сегодняшняя тема называется «Знание любви Божией и вера в любовь Божию». Я хотел бы начать с отрывкой с 1-го послания Иоанна 4-й главы, стихи 16-й и 18-й. Начнем с 16-го стиха. Я прочитаю его в двух вариантах перевода для того, чтобы мы получили полное понимание значения этого стиха. «И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающие в любви пребывают в Боге, и Бог в нем». И другой вариант перевода говорит так. «И мы знаем любовь Божию, и мы доверились Ей, потому что Бог есть любовь. Живущий в любви живет в Боге, и Бог живет в Нем». В одном варианте перевода говорится, что мы познали любовь и уверовали в нее. Другой перевод говорит, что мы знаем любовь, и мы доверились Ей. И я хотел бы сказать о том, что одно дело знать теоретически или интеллектуально, или из проповеди о любви Божьей, и совершенно другое дело, верить этой любви, или, как говорится в другом варианте перевода, довериться Ей. Я бы хотел, чтобы вы совершенно четко увидели, что шаг между знанием и доверением — это вера. Это значит предпринять риск, действительно поверить в то, что Бог любит вас, и довериться Ему без остатка. Вы бы не смогли сделать этого, не доверяя Его любви. Если вы пытаетесь все анализировать и все просчитать, то тогда вы не сможете предпринять шаг посвящения, полного посвящения себя Богу. Вы не сможете без остатка отдаться в Его руки. Вы не сможете положиться на Него, довериться Ему в том, что Он сделает с вами именно то, что хочет. Вы не сможете довериться Ему безусловно. Но вот так, такой любовью Бог любит нас с вами, и Он хочет точно такого же отклика и от нас с вами. Безусловного, без никаких требований, чтобы мы полностью отдались Ему, не просто знали о Нем, но доверились Ему, посвятили себя Ему, чтобы мы приняли все, что нам говорит на веру, чтобы мы поверили, что Бог есть Любовь. Мне кажется, что существует очень много людей, которые слышали проповедь о Божьей любви, которые знают о Божьей любви интеллектуально, но эти люди так и не смогли довериться этой любви, они не смогли сделать шаг в веру и сказать Богу, «Боже, вот я, возьми меня, сделай меня таким, каким Ты хочешь меня видеть. Я слагаю все свои условия, я отдаю себя тебе без остатка. Я откликаюсь на Твою любовь, Ты возлюбил меня безусловно, и я точно так же отдаю себя Твоей любви, безусловно. Боже, я Твое, делай то, что Ты хочешь со мной делать, я принадлежу Тебе». Вот об этом и говорит Иоанн, когда он пишет, что мы познали любовь, которую имеет нам Бог, и доверились Ей. Это сделать шаг дальше интеллектуального понимания. Это значит войти в такую сферу, где интеллектуальное понимание начинает протестовать, оно начинает говорить, что это слишком большая цена, это уже фанатизм. Но в этой же главе, в этом же послании, в 18 стихе, Иоанн говорит о стране, «В страхе». Иоанн говорит, «В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершен в любви». Итак, если мы позволим страху диктовать условия, то он остановит нас и не позволит нас покориться Богу. Мы начнем размышлять логически и, скажем, цена слишком высокая, риск слишком большой. Но любовь Божия изгоняет всякий страх. Она не оставляет места для страха. Любовь помогает нам покориться Богу полностью, принять Бога таким, какой Он есть, и принять на веру все, что Он говорит, и все, что Он делает. Любовь изгоняет всякий страх и приводит нас к единению с нашим Богом. Теперь я бы хотел обратиться с вами к молитве апостола Павла, в которой он молится о том, чтобы мы все пережили Божью любовь, о которой я только что говорил. Это замечательная молитва Павла, записанная в послании Киев-Сианом, 3 главе, 16 по 19 стихи. Вот эти слова. «Поддаст вам по богатству славы Своей крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке, веруя в Синице Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми то широта и долгота и глубина и высота. И уразуметь превосходящую разумение любовь к Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божью». Какая-то удивительная молитва. Мы бы могли вместе сами анализировать ее. У меня же есть всего несколько минут. Я бы хотел обратить ваше внимание на то, что в этой молитве есть логическая кульминация, которая выражается в том, что мы, Божий народ, можем уразуметь превосходящую разумение и любовь к Христову и исполнить со всей полнотой Божией. Итак, познание этой любви позволяет нам войти в полноту Божию. Я бы хотел также обратить ваше внимание на некоторые принципы, которые прослеживаются в этой молитве апостола Павла. Во-первых, он говорит в 16 стихе, что Бог даст вам крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке. Поэтому только Дух Святой может дать нам это откровение. Естественное, логическое понимание не может помочь нам познать Божью любовь. И дальше говорится, чтобы верою вселиться Христу в сердца ваши. принять это откровение мы можем только верой. Мы должны не только знать это интеллектуально, но также поверить в это. И через веру мы можем войти в это откровение. Но если мы не хотим сделать шаг веры, если мы не хотим пойти дальше своей логики и своего интеллекта, тогда мы не сможем войти в то, о чем пишет апостол Павел. И дальше он пишет о том, что мы можем уразуметь, постигнуть со всеми святыми широту, долготу, глубину и высоту Божьей любви. Это такие измерения, которые мы не можем ничем измерить. Мы ничем не можем измерить широту, долготу, глубину и высоту Божьей любви. Мы можем познать это только верой через откровение Святого Духа. И дальше, как я уже говорил, кульминация этого стиха выражается в том, что мы можем познать, уразуметь превосходящее уразумение любовь Христова. Как мы можем познать то, что невозможно познать? Познать это мы можем только верой, через покорность, через то, что мы сделаем шаг верой и пойдем дальше своей логики и своего интеллекта, через веру, через покорность. Мы должны сделать шаг веры, положиться на любовь Божью, доверить этой любви, безусловно, без никаких требований. Я верю, что такого отклика ожидает от нас Бог. канун наступающего праздника Рождества я выбрал тему, которая называется «Любовь Божия». По-моему, эти слова лучше всего передают истинную сущность Рождества. Я надеюсь, что мои радиопрограммы по этой теме помогут вам лучше понять события, которые мы празднуем во время Рождества, и вся ваша христианская жизнь обновится. Вчера я рассказал о знании любви Божией и о вере в эту любовь. Я рассказал о том, что мы должны перейти от простого знания к вере, к доверию этой любви. Я рассказал о том, как мы можем перейти за пределы своего логического интеллектуального понимания. С помощью веры мы можем проникнуть в такие измерения, которые непостижимы нашему интеллекту. И верой мы можем познать любовь, которая превышает наши способности познать ее. Я хочу повторить эту фразу, которую использует апостол Павел, чтобы мы могли уразуметь превосходящее разумение любовь к Христову. В этой фразе содержится парадокс. Как мы можем познать то, что превосходит разумение? Ответ, что мы можем познать не умом, но верой. Мы должны покориться Богу, мы должны отдаться в Божьи руки, не прилагая к этому никаких условий и требований. Только так мы сможем войти в переживание Божьей любви, которое превосходит наше разумение. Сегодня я расскажу о любви как о движущем мотиве всего, что делает Бог. Любовь — это тот мотив, по которому Он все делает. Библия очень ясно говорит об этом в разных отрывках и книгах. И, во-первых, я хотел рассмотреть Божью любовь к израильскому народу. Для этого мы с вами откроем книгу Второзакония, седьмую главу, стихи из шестого по восьмой. Эти стихи сказаны Моисеем израильтянам перед тем, как они вошли в землю обетованную. И Моисей говорит им, каким народом Бог хочет их видеть. И также он говорит им о том, почему Бог хочет, чтобы они были Его народом. Итак, седьмая глава Второзакония шестого стиха. «Ибо ты, народ святый у Господа Бога твоего, тебя избрал Господь, Бог твой, чтобы ты был собственным Его народом из всех народов, которые на земле». Какие удивительные слова. Господь избрал тебя среди всех народов земли для того, чтобы быть Его собственным народом. И из Нового Завета мы знаем, что это относится к каждому по отдельности христианину. Господь избрал именно вас из всех людей на земле. Теперь давайте посмотрим, почему Господь избрал Израиль. Это поможет нам увидеть нечто очень важное в отношении Божьего избрания нас. Сначала Моисей говорит, почему Господь избрал израильтян. и говорит, «Не потому, чтобы вы были многочисленнее всех народов, принял вас Господь и избрал вас, ибо вы многочисленнее всех народов». Поэтому давайте не будем заблуждаться по поводу этого. Моисей говорит, «Не потому избрал вас Господь, что у вас что-то особенное, вы какие-то сильные, могучие, многочисленные». Нет, не поэтому избрал вас Господь, не потому, что вы многочисленнее всех народов, потому что вы малочисленнее всех народов. В 8 стихе Моисей продолжает, «Но потому, что любит вас Господь, и для того, чтобы сохранить клятву, которым клялся отца вашим, вывел вас Господь рукою крепкой, мышцей высокой, и освободил тебя из дома рабства, из руки фараона, царя египетского». Итак, Господь избрал вас не потому, но потому. Не потому, что мы были многочисленнее тех народов, но потому, что Господь возлюбил вас. Почему Он возлюбил? Моисей даже не пытается объяснить это. И мы можем применить это не только к израильскому народу в Ветхом Завете, но и к каждому из нас. Не потому, что мы были какими-то особенными людьми, не потому, что мы были очень умными, талантливыми, одаренными, но потому, что Бог возлюбил нас. Это таинство, необъяснимое таинство. И затем далее, в Ветхом Завете у пророка Исаии, Исаия продолжает рассуждать над этой же темой. Исаия 43, глава с 1 по 5 стихи. «Ныне же так говорит Господь, сотворивший тебя, Иаков, и устроивший тебя, Израиль. Не бойся, ибо Я искупил тебя, назвал тебя по имени твоему, ты Мой. Будешь ли переходить через воды, я с тобою, через реки ли, они не потопят тебя. Пойдешь ли через огонь, не обожжешься, и пламя не опалит тебя. «Ибо Я, Господь, Бог твой, Святый Израиль, и Спаситель твой, выкуп за тебя отдал Египет, Эфиопию и Савею за тебя. Так как ты дорог в очах моих многоценен, и Я возлюбил тебя, то отдам других людей за тебя и народы за душу твою». И снова мы видим ту же самую необъяснимую причину. Бог говорит, «Я возлюбил тебя». И никакого дальнейшего объяснения, почему Бог возлюбил нас. Бог говорит, «Потому что я возлюбил тебя, то сделаю все. Я даже изменю ход всей истории для того, чтобы мои цели в отношении тебя исполнились». Бог не говорит, «Я сохраню тебя от страданий или от проблем или от опасностей». Бог не говорит, «Ты никогда не будешь проходить через воды или ты не пойдешь через огонь». Но Он говорит, «Когда ты будешь проходить через воды, я буду с тобой. Когда ты будешь проходить через огонь, я буду с тобой, и ты не обожжешься». Каждый, кто хотя бы немного знаком с историей израильского народа, может сказать, что это так и есть. Почему евреи до сих пор не истреблены? Ни один другой народ не смог выжить, пройдя через такие же испытания, через которые прошел израильский народ. Бог не сохранил их от испытаний, но Он был с ними в этих испытаниях. И Бог говорит, «Я изменю ход истории, я дам другие народы, других людей за тебя, для того, чтобы исполнить мои обетования и цели, потому что я возлюбил тебя». Почему Бог любит нас? Он никогда не объясняет нам это. И в Исайе 43, 5-м стихе говорится, «Не бойся». И вчера я рассказал о том, что любовь изгоняет всякий страх. Она не оставляет места для страха. Только так мы можем войти в отношение с Богом, только через любовь, которая изгоняет страх, который удерживает нас от покорности Богу. И теперь давайте рассмотрим ничто еще более восхитительное. Его любовь ко всему миру. я бы хотел обратить ваше внимание на состояние этого мира с Божьей точки зрения, когда мир живет без Божьей любви. 13-й Псалом с 1-го по 3-й стихи. «Сказал безумец в сердце своем, нет Бога. Они развратились, совершили гнусные дела. Нет делающихся добро». Господь с небес презрел на сынов человеческих, чтобы видеть, есть ли разумеющие, ищущие Бога. Все уклонились, сделались равно непотребными. Нет делающего добро. Нет ни одного. Это состояние человечества с Божьей точки зрения, когда люди живут без Его благодати и Его милости. Мы даже не искали Бога. Мы отвернулись от Него. Мы забыли о Нем. Мы забыли о том, что мы нуждаемся в Нем. Мы повернулись к Нему спиной. Господь смотрит с небес на сынов человеческие, чтобы увидеть, есть ли хоть один разумеющий, есть ли хоть один ищущий Бога. И Бог говорит, «Все уклонились, сделались равны, непотребными». Нет делающего добро. Нет ни одного. И от этой ужасной сцены мы переходим к необъяснимому таинству Божьей любви. Мы прочитаем, хорошо знакомый нам всем стих из Иоанна, 3 главы, 16 стиха. «Ибо так возлюбил Бог мир, что удал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». В каком состоянии был мир, когда Бог отдал за Него Своего Сына? Это был мир, который отвернулся от Бога, мир, который лежал в грехе. В этом мире не было ни одного человека, который творил бы добро. Это мир, в котором человек не искал Бога. Поэтому Бог отдал Своего Сына за мир, который был недостоин этой жертвы. Для того, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Это таинство, которое является величайшим таинством всей Вселенной. Я бы хотел предложить вам, чтобы вы никогда не пытались заработать или заслужить Божью любовь. Я позже еще вернусь к этому вопросу. Не пытайтесь понять, почему Бог любит вас. Не ищите причин в себе, потому что чем больше вы будете ее искать в себе, тем меньше вы будете понимать. Просто захотите познать эту любовь, довериться ей. Лично для себя я могу сказать, что я открыл Божью любовь около 40 лет назад. Но мне было трудно принять эту любовь, потому что я всегда искал причины, почему Бог любит меня в себе. И однажды я пришел к выводу, что я не заслужил эту любовь. Во мне нет никакой причины, почему Бог любит меня. Поэтому мне придется просто поверить в эту любовь. Вчера я рассказал о любви как движущей мотиве во всем, что делает Бог. Бог делает то, что Он делает для нас, своего народа и для каждого из нас в отдельности. Причиной того, что Он делает, является Его любовь. Я процитировал отрывок из Второзакония, седьмой главы, где Моисей говорит израильскому народу, что Бог призвал их быть особенным народом для Господа. И также он говорит, что не потому Бог избрал вас, что вы какой-то особенный, многочисленный народ, но потому, что Господь возлюбил вас. И Бог не предлагает нам никаких дальнейших объяснений, почему Он возлюбил нас. Библия не объясняет нам, почему Бог возлюбил нас. Бог есть любовь. Это Его природа. И, как я уже говорил в одной из радиопрограмм на прошлой неделе, Его любовь суверенна, прекрасна, и она дается даром. Любовь является окончательным мотивом того, что делает Бог. Мы никогда не сможем понять Библию, мы не сможем понять историю, мы не сможем понять свою жизнь до тех пор, пока мы не захотим верой войти и принять это откровение о том, что движущим мотивом во всем, что делает Бог, является Его любовь. Он возлюбил нас. Сегодня я хочу рассказать об одном из самых удивительных фактов о Божьей любви, которые я уже косвенно касался во вчерашней программе. Сегодня мы посвятим этому вопросу всю нашу программу. Это вопрос в том, что мы не можем заслужить Божью любовь. И я хотел бы проиллюстрировать это на одном из примеров из служения Иисуса Христа, записанных в 7 главе Евангелия Луки с 36 по 50 стихи. Довольно длинный отрывок. Послушайте внимательно. Это очень трогательная история. Некто из фарисеев пригласил Его Иисуса вкусить с Ним пищи. И Он, войдя в дом фарисея, возлег. И вот женщина того города, которая была грешница, узнав, что Он возлежит в доме фарисея, принесла алавастровый сосуд с миром. И, став позади ног Его и плача, начала обливать ноги Его слезами и отирать волосами головы Своей и целовала ноги Его и мазала миром. Очень необычный способ выражения любви. Видя это, фарисей, пригласивший Его, сказал сам в себе, «Если бы он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к Нему, ибо она грешница». Под этим Он, конечно же, подразумевал то, что она была блудницей. Обратившись к Нему, Иисус сказал, «Симон, я имею нечто сказать тебе». Обратите внимание, Иисус ответил на невысказанный вопрос. Он говорит, «Симон, я имею нечто сказать тебе». Он говорит, «Скажи, учитель». Иисус сказал, «У одного взаимодавца было два должника. Один должен был пятьсот динариев, другой пятьдесят. Но как они не имели чем заплатить, он простил обоим. Скажи же, который из них более возлюбил его». Симон отвечал, «Думаю, тот, которому более простил». Он сказал ему, «Правильно ты рассудил». И, обратившись к женщине, сказал Симону, «Видишь ли ты эту женщину? Я пришел в дом твой, и ты воды мне на ноги не дал, а она слезами облила мне ноги, волосами головы своей отерла. Ты целования мне не дал, а она с тех пор, как я пришел, не перестает целовать у меня ноги. Ты головы мне маслом не помазал, а она миром помазала мне ноги. «А потому сказываю тебе, прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много. А кому мало прощается, тот мало любит». Затем ей же сказалось, «Прощаются тебе грехи». И возрежавшие с ним начали говорить про себя, кто это, что и грехи прощает. Он же сказал женщине, «Вера твоя спасла тебя. Иди с миром». В чем мораль этой истории? Можно ответить на этот вопрос по-разному. Я не думаю, что Бог хочет сказать нам, что для того, чтобы любить Бога, нужно совершить какие-то ужасные грехи. Я верю, что в каком-то смысле это зависит от нашего собственного взгляда на себя, от нашего собственного осознания в Божьем прощении, в Его любви. Я бы хотел показать вам два отличия этой женщины от фарисеев. Фарисеев были люди религиозные. Они, скорее всего, не осознавали себя грешниками и не думали, что они нуждаются в Божьем прощении и любви. Но эта женщина, во-первых, осознавала, что она нуждалась в Божьей любви. Она знала, что к Богу бесполезно приходить на основании своей праведности, своих добрых дел или какого-то своего благочестия. Она знала, что всего этого у нее совершенно нет. Поэтому она не могла прийти к Иисусу со всем этим. И она знала, что ей нужна Божья любовь. И человек, который знает, что ему нужна любовь, он просто может чувствовать, ощущать эту любовь. У него есть внутреннее внутреннее развлечение и он может различать эту любовь. Точно так же и эта женщина смогла различить в Иисусе эту любовь, которая на так нуждалась. Во-вторых, эта женщина знала, что она никогда не сможет заслужить эту любовь. Ей нужно было только принять ее даром. В ней самой не было никаких сил заслужить эту любовь. С другой стороны, проблема фарисеев заключается в том, и с этой проблемой сталкиваются многие из нас в том, что мы пытаемся переходить к Богу со своей самоправедностью. Мы думаем, что мы сами можем дослужить эту любовь. Мы сами можем делать добрые дела, соблюдать закон. И я не пытаюсь предать, преуменьшить значение всего этого. Я уважаю людей, которые живут согласно моральным требованиям, но все мы должны осознать, что любовь Божью невозможно заслужить. Независимо от того, какие мы хорошие и порядочные люди, мы не заслуживаем Его любовь. И если мы думаем, что мы ее все-таки заслуживаем, то, скорее всего, мы ее никогда не примем, потому что эту любовь можно принять только через веру, без никаких заслуг, без никаких достижений. Итак, эта грешница получила любовь, а этот праведный фарисей, скорее всего, не получил. Почему? Не потому, что Бог не хотел дать ему любовь, но потому, что у него была проблема самоправедности. И продолжая рассуждать над любовью Божией, которую невозможно заслужить, я бы хотел обратиться с вами к Ветхому Завету, к той книге, которую я называю «Поэмой любви». Я не знаю, знаете ли вы о том, что в Библии есть поэма, посвященная любви. Я прочитал много книг за свою жизнь на разные темы, и могу вам сказать, что эта книга является самой лучшей поэмой, посвященной любви. И эта книга записана на странице от Библии. Это книга «Песни песни», где говорится в прообразах о Божьей любви. И в последней главе этой книги, восьмой главе седьмом стихе, говорится о любви, что большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют ее. Если бы кто давал все богатство дома своего за любовь, то он был бы отвергнут с презрением. Какая замечательная картина любви. Многие воды не могут потушить любви. Господь говорит израильтянам, «Если вы будете проходить через воды, они не потопят вас, потому что я буду с вами. Моя любовь будет с вами. Моя любовь поддержит вас». И затем в этом стихе, в седьмом стихе, говорится, «Если бы кто давал все богатства дома своего за любовь, то он был бы отвергнут с презрением». Видите, в чем сущность этих слов? В том, что любовь невозможно купить. Ее невозможно заработать или заслужить. Если вы будете готовы отдать все, что у вас есть, это достойно презрения. если вы сделаете все добро, на которое вы только способны за всю свою жизнь, то вы даже близко не приблизитесь к тому, чтобы заслужить любовь Божью. Ее невозможно заслужить, ее невозможно купить, на ней нету ценника, она бесценна. Я вспоминаю, как один мой друг много лет назад был приглашен в один аристократический дом, и он случайно столкнулся с тола графин, и он с грохотом разбился. Он начал с заиканиями извинять, говорить, о, простите меня, этот дорогой был графин, и хозяйка дома сказала, бесценный. Он разбил нечто бесценное, чему не могло бы найти замены. Точно так же и с любовью Божией. Она не просто дорогая, она бесценна. Ее невозможно ничем заменить. Нет ничего, что могло бы занять ее место. Ее невозможно купить. ее принять можно только так, как говорит об этом апостол Павел. Принять Святым Духом через веру. Вы можете открыть свое сердце и принять то, что вы не можете купить, ни за какие деньги. Вчера я рассказал о том, что одним из самых удивительных фактов о Божьей любви является то, что ее невозможно заслушать. Мы рассмотрели историю о Харисее, которая пригласила Иисуса к себе на обед. И во время обеда в дом вошла грешница, которая начала слезами омывать ноги Иисуса и вытирать им ноги своими волосами. и затем она помазала ему ноги драгоценным миром. И Павелисеем это очень понравилось, но Иисус сказал, что у этой женщины не было ничего, кроме ее нужды в Божьей любви. Поэтому она получила эту любовь. И я сказал о том, что проблема многих людей является то, что они сами себя лишают Божьей любви, потому что они считают, что эту любовь нужно чем-то заслужить, как-то заработать. И они поэтому сегодня я расскажу об некоторых очень красивых образах Божьей любви и человеческих взаимоотношений. Я расскажу Божью любви на примере брачных отношений. И вчера мы уже косвенно коснулись этой темы, когда рассматривали несколько стихов из книги «Песни и песни». Любовь мужа к жене это замечательная вещь, но за этой любовью стоит картина чего-то еще большего любви Бога, любви Христа к церкви. Постаньки и писянам Павел говорит об этом в 5 главе с 25 по 32 стихи. Говоря мужьям, он наставляет их любить своих жен. И дальше он использует пример с любовью мужей к женам в качестве примера Божьей любви к церкви. Итак, в 5 главе Павел писянам села, любящий свою жену любит самого себя. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как Господь церковь, потому что мы члены тела его, от плоти и от костей его. И затем Павел цитирует отрод из 2 главы бытия, и он говорит, почему оставит человек отца своего и мать и перелепится к жене своей и будут двое одна плоть. Тайность я велика, я говорю по отношению ко Христу и церкви. Так, брак зеленой является таинством, но еще больше он является образом чего-то еще более великого, Божьей любви к церкви. И обращаясь к мужьям, наставляя их любить своих жен, Павел берет это в качестве примера и образца любви к церкви. Поэтому я бы хотел сейчас обратить ваше внимание на несколько аспектов той любви, о которой говорит апостол Павел, любви, проявленной в земных братах, которые являются образом любви Христа к церкви. Я бы хотел обратить ваше внимание на пять фактов, которые прослеживаются в этом отрывке. Во-первых, здесь раскрываются движущие мотивы Христа. Этот отрывок начинается с таких слов «Мужья, любите свою жену, как Христос возлюбил церковь и предал себя за нее». Почему Христос предал себя за церковь из-за того, что Он возлюбил ее? Я уже рассказал о том, что любовь не объясняла, что невозможно найти причину, почему Бог возлюбил нас. Любовь объясняет саму себя. Любовь — это природа Бога. Христос возлюбил церковь, и его любовь потокнула его на то, чтобы он предал себя за нее. Во-вторых, во-вторых, мы должны сказать о том, что любовь, о которой мы говорим, является самопожертвенной. Помните, на прошлой неделе мы говорили о том, что любовь Агапы самопожертвенная. Она не просто дает дары, подарки, она предлагает себя. Христос предал себя за церковь. В-третьих, любовь видит, что она может сделать для человека, которого она любит. Иисус, смотря на грешную мир, увидел верой в этих людях прекрасную невесту, и он предал себя, потому что его любовь прикрепилась к видениям, какой образ он может изменить людей. Он предал себя за мир, для того, чтобы представить в себе славную церковь, без пятна, порока или чего-либо подобного. Любовь имеет видение. Она видит объект своей любви и видит в нем потенциал. Она может видеть за внешним фасадом. И на основании этого видения, видения, любовь, делает поступки, поступки, которые плоткому человеку могут показаться глупыми. Как Бог мог, посмотрев на мир потерянных грешников, увидеть в нас эту прекрасную невесту? Только любовь может это понять. И четвертое, что я хочу сказать о любви, это то, что она покрывает все нужды. Если вы проанализируете отрывок, который мы только что прочитали, то увидите, что Иисус покрывает все нужды церкви, физические и духовные. Он заботится о церкви точно так же, как человек заботится о своем теле. Он питает и греет ее. Но он также заботится и о духовных нуждах церкви. Он очищает ее бани и водные посредством слова. Поэтому эта любовь покрывает все нужды тех, кому она направлена, и что еще более, это то, что окончательной целью этой любви является единение. И Павел говорит об этом словами, позаимствованными из Торой Довы Бутия, где говорится, что посему оставит человек отца и мать своей, и прилипится к жене своей, и будут двое одноплоть. Это великое таинство, и поверьте мне, это таинство в земных отношениях, но еще больше это таинство в отношении единения Христа и людей, которых Он искупил. В этом заключается окончательная цель самопожертвованной любви Христа. Он искупил нас для того, чтобы навеки соединиться с нами. Теперь я бы хотел обратиться к Верхному Завету и рассмотреть еще один отрывок, в котором говорится о брачных взаимоотношениях и где они используются в качестве примера Божьей любви. Книга пророка Осии здесь говорится о Божьих целях. И, во-первых, здесь описывается отступничество израильского народа, и затем Бог говорит о том, как Он возвратит к себе израильтян с помощью своей любви. Я прочитаю несколько стихов из второй главы Осии, стихи 14-16, затем 19-20. Бог говорит об Израиле, «Спасибо, вот я увлеку ее, приведу ее в пустыню и буду говорить к сердцу ее и дам ей оттуда виноградники и долину Охор в преддверии надежды». И она будет там, как в день юности своей и как в день выхода своего земли египетской. И будет в тот день говорить, Господь, ты будешь звать меня муж мой и не будешь более звать меня Валий, что значит Господин. И немного далее Господь говорит, «Я обручу тебя мне навеки, я обручу тебя мне правде и суде, в благости и милосердии. Я обручу тебя мне в верности и ты познаешь Господа». Немного ранее Господь говорит, «Я буду говорить к сердцу ее». Я бы хотел извлечь некоторые из принципов из этого отрывка, принципы того, как Бог действует с нами. Во-первых, Он влечет нас, Он увлекает нас, у Него есть план, и Он не всегда говорит нам заранее о том, что это за план. И Он иногда позволяет нам проходить через обстоятельства, которые кажутся очень трудными и неприятными, но это все часть Божественного плана. Он делает долину, а Хор значит проблема преддверия надежды. И так Бог влечет нас, Он увлекает нас в ситуации, в которых нам нужно быть обратным, потому что все остальное просто меркнет, и мы должны прийти к состоянию безнадежности, и в этом состоянии Бог откроет нам Свою надежду и откроется нам. Дальше Бог желает иметь с нами прямое общение, Он хочет говорить к нашему сердцу, не просто к нашему сердцу, Он хочет иметь единение с нами, и как я уже говорил из послания к Ефесянам, окончательной Божьей целью является брачный союз. Бог говорит, ты будешь называть меня мужной, и не будешь называть меня варей, что значит господин. Это детхозаветнее слово, и Бог говорит, я хочу, чтобы у нас были новые отношения, мужа и жены, и у меня нет времени, чтобы пояснять все различия лингвистические, но мы должны увидеть, что Бог хочет, чтобы мы были его женой, и он был нашим мужем. И в учении апостола Павла также содержится истина, которая заключается в том, что брак является образом любви Божией к своему народу. Во вчерашней программе я рассказал о брачных взаимодействиях и о том, что они являются прототипом Божественной любви. Мы размышляли над редками 5 главы послания к Ефесянам, где апостол Павел говорит, что мужья должны любить своих жен, как Христос возлюбил церковь. Я рассказал о 5 чертах этой любви. Во-первых, эта любовь мотивирует нас действием. Написано, любите жен, как Христос возлюбил церковь. Все, что Христос сделал ради церкви, истекало из его любви. Во-вторых, эта любовь самопожертвенная. Христос предал себя за церковь. В-третьих, любовь видит, что она может сделать для тех, кого она видит. Христос увидел в грешных людях непорочную невесту. В-третьих, любовь покрывает все нужды тех, кому она направлена. Христос покрывает все нужды своей церкви, как человек заботится о своем теле или о своей жене. В-третьих, конечной целью любви является союз. Павел цитирует слова из 2 главы «Бытья», где говорится по всему оставить человек отца своего и мать свою и перелепиться к жене своей и будут двое одна путь. Два человека становятся одним целым. В этом окончательная цель божественной любви. Сегодня я расскажу об исцеляющей силе Божьей любви и я молюсь, чтобы прямо сейчас, когда вы слышите эту программу, вы получали исцеление через слова, которые я буду говорить. Среди всего прочего, о чем мы говорили вчера, я показал вам на примере пророка Осия, как Бог влечет нас и приводит нас в долину Ахор, в долину проблемы. И там, посреди проблем, Он открывает нам двери надежды для того, чтобы мы могли получить откровение о Нем и Его любви и вступили в вечный завет, в вечное единение с Нем. Сегодня я хочу рассмотреть еще один отрек из книги пророка Осии, где говорится об исцеляющей силе Божьей любви. Один прекрасный стих из последней 14 главы пророка Осии, пятый стих, где Бог говорит об Израиле, об его отпадении и тем не менее Он говорит, что в конце концов Он исцелит Израиль. Вот Его слова в Осия 14, 5. «Уврачую отпадение их возлюблю их по благоволению ибо Гнев Мой отвратился от них». А при этом я говорил это уже много раз, я повторю это снова, я буду говорить об этом снова и снова о том, что Бог любит нас не по заслугам, написано «по благоволению», то есть не по заслугам. Мы никак не можем заслужить Его любовь, мы можем либо принять ее, либо мы вообще ее не получим. И Бог говорит, из этой любви проистечет исцеление у врачи отпадения их, у врачи все проблемы, которые пришли в их жизнь через их отпадения. Я хотел бы, чтобы вы поняли, что Божественная любовь является ответом на все наши проблемы физические, моральные, духовные, финансовые, душевные, личные, общенародные. Есть только одно решение на все эти проблемы. Этим решением является Божья любовь. Божья любовь и исцелительная сила достигают всех сфер нашей личности. Нет таких уголков нашего сердца, нашей личности, которые были бы недоступны к исцелительной силе Божьей любви. Но сегодня я бы хотел рассказать об исцелительной Божьей силе, которая направлена на исцеление глубочайшей раны человеческого сердца, раны отвержения, раны, которые выражаются в том, что мы чувствуем себя нежеланными, ненужными, когда мы теряем правильную самооценку. Я бы хотел рассмотреть два отрывка из Ветхого Завета, в которых рассказывается об исцелительной силе Божьей любви в двух аспектах, в которых мы обычно переживаем отвержение. Во-первых, в отвержении жены ее мужем, и во-вторых, в отвержении ребенка родителями. Во-первых, давайте рассмотрим, что говорит в 54 главе пророка Исаии с 4 стиха. Здесь описывается состояние отверженной жены. Исаия 54, 4 по 8 стих. «Не бойся, ибо не будешь постожена. Не смущайся, ибо не будешь в поругании». Бог говорит о некоторых вещах, которые доставляют нам боль. Стыд, смятение, поругание. Каждая женщина, которая прошла через развод, знает, что это значит. Дальше Бог продолжает и говорит, «Ты забудешь посрамление юности Твоей и не будешь более вспоминать обесклавие Товства Твоего, ибо Твой Творец есть супруг Твой, Господь Саваоф, имя Его, Искупитель Твой, Святой Израилев, Богом всей земли назовется Он. Ибо как жену, оставленную и скорбающую Духом, призывает Тебя Господь, и как жену юности, которая была отвержена, говорит Бог Твой. На малое время я оставил Тебя, но с великою милостью воспряму Тебя. В заругу Нева я сокрыла Тебя лицо Мое на время, но вечной милостью помилую Тебя, говорит Искупитель Твой, Господь. Применить этот отрывок мы можем по-разному. Он применим к израильскому народу, Он применим к Церкви Тебя Господа, но Он также применим каждому из нас по отдельности. Если мы переживали в своей жизни пренебрежение, отвержение, насмешки, если кто-то подводил нас, унижал нас, может быть, это был муж или жена, если мы проходили через кризис личных отношений, если люди предавали нас, если мы, все, что у нас осталось, это руины, если мы остались в стыде, в постыжении, Бог говорит, я исцелю эту ситуацию, я приду в Твою ситуацию, и я буду для Тебя тем, кем для Тебя был этот человек. Если это был муж, то я буду для Тебя мужем. Если Бог обращается к мужчине, то Он говорит, я буду Твоей силой, Твоей мужеством, я помогу Тебе подняться. Божья любовь имеет колоссальную силу, но любовь дается даром. Вы не сможете ее заработать, заслужить. Там, в долине Ахор, в долине проблем, Бог откроет вам дверь надежды. Не отчаивайтесь, не сдавайтесь. Помните, что в любви Божьей есть решение, есть исцеление. для вас, для каждого из нас. Итак, мы рассказали о целительной силе Божьей любви для тех, кто пережил отвержение в брачных отношениях. Теперь я хотел бы вкратце коснуться о целительной силе Божьей любви для тех, кто пережил отвержение от своих родителей. Может быть, от обоих, от цели матери или только со стороны одного из родителей. Лично я верю, что это самое распространенное проблема и боль современного общества. Дети не знают настоящей любви и принятия, не получают любви от своих родителей, и в частности от отцов, потому что я верю, что Бог сотворил детей с встроенной нуждой в отцовской любви. и через эту любовь дети могут потом познать и любовь небесного отца. Но как бы мы не смотрели на этот вопрос, нет никаких сомнений в том, что глубочайшей раной и болью многих людей является боль нежеланности, неоцененности, отверженности со стороны тех, кто должен любить нас в самой первой Псалме 9 и 10 стихе Давид сам сталкивается с этой проблемой и он показывает нам на выход. 26 Псалм 9 и 10 стихе «Не скрой от меня лица Твоего, не отринь в огневе раба Твоего, Ты был помощником моим, не отвергни меня и не оставь меня, Боже, Спаситель мой». Обратите внимание, Давид говорит «Не отвергни меня, не оставь меня, ибо Отец мой и Мать оставили меня, но Господь примет меня». Даже если Отец и Мать оставят нас, не будут для нас хорошими отцами и матерями. Даже если они оставят нас, даже если они бросят нас и остатываются с многими людьми, которых родители прямо бросили, буквально, тем не менее мы можем обратиться к Господу и сказать «Не отвергни меня, Господь, не поступи со мной, и как поступили со мной мои родители». Господь может занять в вашей жизни роль отца и матери, точно так же, как Он может занять роль мужа для отверженной женщины. Итак, Божья любовь дается даром, незаслуженно, и это любовь, которую мы получаем в долине Хор. Эта любовь открывает для нас дверь надежды, и там мы можем получить исцеление от любой раны, даже от раны отвержения. Если это ваша проблема, может быть, сегодня вы увидели, что вы находитесь в этой долине Хор. Обратитесь сейчас к Господу и пусть Он откроет вам эту дверь надежды и откроет вам свою любовь, которая сможет исцелить глубочайшие ваши раны. Я рад снова встретиться с вами в начале новой недели и поделиться ключами к успешной жизни, которой Бог открыл мне за долгие годы изучения и христианского служения. К канун наступающего праздника Рождества мы изучаем тему, которая называется «Любовь Божья», и теперь, когда мы стоим на пороге Нового года, я думаю, что будет очень уместно продолжить эту же тему. Если вы сможете принять истину, о которой я буду рассказывать вам и применить ее к своей жизни, то тогда вы сможете войти в Новый год с новым чувством уверенности и надежды. Но вначале я хотел бы поблагодарить всех, кто написал мне. В конце этой передачи вы сможете записать наш почтовый адрес. Нам было бы очень приятно узнать о том, как наша радиопрограмма помогает вам. Поэтому, пожалуйста, напишите нам, даже если это будет всего лишь короткое свидетельство. А теперь приступим к изучению нашей темы «Любовь Божья». На прошлой неделе я рассказал о том, что нам необходимо знать Божью любовь и верить в нее. Я объяснил, что недостаточно знать только об этой любви интеллектуально, но мы должны принять эту любовь верой. Мы должны довериться Божьей любви, как говорится об этом в Священном Писании. Мы должны отдаться ей. Мы должны отдаться этой любви, покориться ей в вере. Это совершенно необходимо для того, чтобы мы могли пережить то, о чем говорит Иоанн, когда он пишет, что мы узнали любовь Божью и поверили в нее. Этот шаг веры помогает нам познать любовь, о которой Писание говорит, превосходит всякое разумение. В этих словах содержится умышленный парадокс. Как можно познать то, что превосходит разумение? Ответ в том, что это можно познать не интеллектуально, а на опыте, узнать в своем духе. И это знание может прийти только через покорность самого себя Богу сегодня мы еще глубже исследуем эту тему. Тема сегодняшней передачи называется «Любовь провоцирует любовь». Вначале я хотел бы обратиться к первому посланию Иоанна, 4 главе, 19 стиху, где Иоанн говорит очень простые, но очень глубокомысленные слова. Это так, это простые, но очень и очень важные и глубокие слова. Истина этих слов непостижима. Мы никогда не сможем до конца исчерпать значение этих слов. Итак, в первом послании Иоанна, 4 главе, 19 стихе, Иоанн говорит, «Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас». Мы любим, потому что Бог прежде возлюбил нас. Это значит на опыте, что только Божья любовь может помочь нам высвободить свою любовь до тех пор, пока мы не переживем Божью любовь, мы не сможем любить других людей этой же любовью. И это подтверждают и психологические опыты, и социологические исследования. ребенок не может научиться выражать любовь до тех пор, пока он не примет любовь от своих родителей. И цель любви с Божьей точки зрения заключается в том, чтобы каждый ребенок, рожденный в мир, пережил открытую, теплую любовь своих родителей. И через эту любовь родителей он сам начал учиться выражать любовь в ответ. очень многие родители, которые либо не любят своих детей, либо не умеют выражать свою любовь. И в результате этого многие люди растут, не научившись выражать любовь, не научившись И это справедливо и в естественном плане, и в семейных отношениях, в отношениях между детьми и родителями, но точно так же мы могли бы применить это в взаимоотношениях между Богом и людьми, до тех пор, пока мы не переживем Божью любовь по отношению к нам, мы не сможем любить других этой же любовью. Мы любим, потому что Он прежде возлюбил нас. В этой четвертой главе первого послания Иоанн говорит о том виде любви, который приходит только от Бога. Ранее в наших программах я объяснил о том, что Новый Завет использует особенное слово для описания этого вида любви. это слово Агаппе. В первом послании Иоанна 4, 7 и 8, Иоанн говорит, возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога. Обратите внимание на то, что от нас ожидается решение. Будем любить друг друга. Иоанн говорит о решении. То есть это вопрос, не вопрос наших чувств, наших эмоций, но вопрос решения. Будем любить друг друга, потому что любовь от Бога. Она приходит от Бога, но потребуется наше решение для того, чтобы эта любовь могла течь через нас. Всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Обратите внимание на слова любящий рожден от Бога и знает Бога. Как мы можем быть так уверены об этом? Потому что нет никакого другого источника, как мы можем получить эту любовь от Агапы. Человек, который имеет эту любовь, рожден свыше. И дальше Иоанн говорит о негативной стороне этой истины. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. подобный вид любви может приходить только от Бога и только через рождение свыше. Апостол Петр говорит об этом же в своем первом послании, первой главе, 22 и 23 стихах. «Послушанием истине через Духа, очистив души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца». Обратите внимание, что мы можем любить друг друга послушанием истине, не просто слышанием истине, но послушанием. И Петр говорит не только, чтобы мы любили друг друга, но и чтобы мы любили от чистого сердца. И опять-таки, мы видим, что в этом должно участвовать наше решение. В 23 стихе Петр продолжает и говорит, «Как возрожденный не от леного семени, но от нетленного, от Слова Божьего, живого и пребывающего вовек». Поэтому мы можем сказать, что когда семя Божьего Слова пустит корни в нашем сердце, то из этого семени произойдет рождение свыше. И когда мы родимся свыше, мы исполнимся любовью Божией. Почему? Потому что семя Божьего Слова содержит в себе природу Бога. А Бог есть любовь. Поэтому через рождение свыше мы сверхъестественно обретаем эту любовь, Агапе, которая приходит только от Бога, которая приходит только от Бога через рождение свыше, от нетленного семени Слова Божьего. Эта сверхъестественная любовь Агапе, которая приходит от семени Божьего Слова через рождение свыше, должна получать подпитку от Святого Духа. Точно так же, как и со всем другим вискуплением Дух и Слово должны идти рука об руку. Так, допустим, в послании Колосяна, 1 главе 7, 8 стихе, Павел говорит об этом же. И говорит, Колосяна, как и научились от эпофраса, возлюбленного сотрудника нашего, верного для вас служителя Христова, который и известил нас о вашей любви в Духе. Итак, любовь, которая была у верующих из Колосса, была плодом исполнения Святым Духом, плодом рождения свыше. В послании к Римлянам, 5 главе, 5 стихе, Павел говорит об этом еще более выразительно, Римлянам 5, 5. «А надежда не постижает, — говорит Павел, — потому что любовь Божия излила в сердца наши Духом Святым, данным нам». И опять мы видим, что, во-первых, нам необходимо семя Слова Божьего, из которого вырастает новая жизнь, и затем на этом новое творение Бог через Духа Святого изливает Свою любовь в наши сердца. Заметьте, Бог изливает на нас Свою любовь, Божью любовь. И эту любовь Он изливает без ограничений. Он готов дать ее ровно настолько, насколько мы готовы принять эту любовь. Он изливает на нас эту любовь в полноте через Святого Духа. Размышляя над важностью любви Божьей, об взаимосвязи между любовью Божьей и рождением свыше, ко мне пришла одна фраза, которую я хочу поделиться с вами. Дело в том, что некоторые люди получили спасение из рук незнакомца. Они спаслись, они обратились от греха, но они так и не узнали того, кто их спас. Я приведу вам небольшой пример. Представьте себе, человек тонет в реке, и тут в воду бросается, смешно незнакомый человек спасает его и говорит, ну давай, приходи в себя, высыхай, и уходит. И так этот человек получил спасение из рук незнакомца. И мне кажется, что очень многие христиане получили спасение из рук незнакомца. Иисус вытащил нас из реки греха и беззакония. Но мы так и не узнали, кто спас нас. И поэтому мы не любим его. Иоанн говорит, что любящие Бога, знают Бога, и мне кажется, что многие современные христиане, хотя они спасены, но спасены незнакомцем. Поэтому я бы хотел предложить вам, давайте поближе познакомимся с Богом, пусть Он не остается для нас незнакомцем. Доказательством того, что мы познакомимся с Ним, будет то, что из нашего сердца будет течь Его любовь, потому что написано, «Всякий любящий рожден от Бога и знает Бога». Сегодня мы продолжаем изучение темы «Любовь Божия». Эта тема очень уместна в канун наступающего праздника Рождества. Если вы сможете принять и применить истины, о которых я буду рассказывать вам, то это поможет вам войти в Новый год с новым чувством уверенности и надежды. Во вчерашней радиопрограмме я рассказал о том, что Божья любовь учит нас любить других людей. Я процитировал отрывок из 1-го послания Иоанна 4, 19, где говорится, «Будем любить, потому что Он прежде возлюбил нас». Я рассказал о том, что мы не можем любить Божьей любовью других, пока, во-первых, мы не переживем Божью любовь к нам. Только после того, как мы переживем, как Бог любит нас, мы сможем любить других этой же любовью. И Иоанн говорит, что существует такой вид любви, который может приходить только от Бога через рождение свыше. Точно так же апостол Петр говорит, «Любите друг друга от чистого сердца, потому что вы родились от нетленного семени Божьего Слова». То есть, другими словами, рождение свыше дает нам возможность выражать Божественную любовь. Доказательством нашего познания Бога является Его любовь в нашей жизни. И Иоанн говорит, что любящий знает Бога, а нелюбящий не знает Бога. Очень все просто. И мы видим, что Иоанн производит разделение между двумя типами людей. И, как я сказал вчера, некоторые люди получили спасение из рук незнакомцев, подобно тому, как кто-то незнакомый мог спасти нас, когда мы тонули, но мы так и не узнали того, кто спас нас. Точно так же есть некоторые спасенные, обращенные христиане, которые пытаются жить праведной жизнью, но они так и не узнали Господа, который спас их. И доказательством того, что они не знают Его, является то, что они не имеют Его любви, потому что любящий Бога написано «знает Бога», а нелюбящий не знает Бога. Сегодня я хотел бы поговорить о взаимосвязи между любовью и законом. Это очень важная тема. О ней очень часто говорится в Библии. Некоторых людей пугает сама мысль о законе, но, тем не менее, целью закона очень простая. Дело в том, что любовь — это конец закона. Давайте прочитаем, что Иисус сказал об этом в Евангелии Матфея, 22 главе, с 35 по 40 стих. Один фарисей, законник, спросил Иисуса о том, какая самая большая заповедь в законе. Итак, 22 глава Матфея, с 35 по 40 стихи. «И один из них, законник, искушая его, спросил, говоря, «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Иисус сказал ему, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, твоим и всей душой твоей, и всем разумением твоим». Это первая и наибольшая заповедь. Иисус не начал философствовать по этому поводу, и он дал очень четкий и конкретный ответ. Но дальше он добавил, «Вторая же заповедь, подобная и возлюби ближнего твоего, как самого себя». И затем Иисус сказал, «На сих двух заповедях утверждается закон и пророки, или зиждется, на двух заповедях возлюби Господа и возлюби ближнего». Иисус сказал, «На сих двух заповедях зиждется закон и пророки», то есть Ветхий Завет. «На сих двух заповедях». Я очень простой человек, и я принимаю все буквально. Давайте представим, что я хотел бы повесить свой пиджак на вешалке. Если я хочу повесить пиджак на вешалке, то, во-первых, должна быть вешалка для того, чтобы я повесил пиджак. Итак, если Бог поместил закон и пророки на эти две заповеди, значит, закон и пророки имеют второстепенное значение. Но первостепенным в законе является любовь к Богу и любовь к ближнему. Часто люди думают, что пути Божьи в Ветхом Завете и Новом Завете отличаются, что в Новом Завете Бог хочет любви, но в Ветхом Завете Бог хотел чего-то совершенно другого. Но это совершенно неправильное мнение, потому что Бог всегда хотел любви, Он хотел, чтобы мы научились любить Бога и любить ближнего. Как в Ветхом Завете, так и в Новом Завете Бог ищет от нас и ждет от нас любви. Что изменилось в Ветхом Завете и Новом Завете, так это не конечная цель, но способ достижения этой цели. Закон не смог достичь цели, и не потому, что в законе проблема, но потому, что в нас проблема, глубоко в нашей природе. В Послании к Римлянам, 8 главе 3 стихе, Павел говорит, «Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего, в подобии плоти греховной, в жертву за грех, и осудил грех во плоти». Итак, закон был ослаблен плотью, нашей плотью, поэтому Бог принес жертву, которая уничтожила грех и позволила любви Божьей в честь рождения свыше теть через нас. Но конечная цель Нового Завета точно такая же, как и в Ветхом Завете. И в Ветхом Завете, и в Новом Завете Божий народ очень часто выпускал из вида основную цель. Например, в 1 Тимофею 1 главе 5 стиха Павел говорит о цели проповеди Евангелия и о цели Новозаветного служения. 1 Тимофея 1 глава 5-7 стихи. «Цель же увещевания есть любовь». Заметьте, цель нашего увещевания или нашей проповеди есть любовь. И затем он описывает о том, что это за любовь. «От чистого сердца, доброй совести и нелицемерной веры». Это то, что нужно для того, чтобы иметь ту любовь, о которой Бог говорит. Нам нужно иметь чистое сердце, добрую совесть и нелицемерную веру. Все это производится через проповедь Евангелия. Он ведет это все к любви. И затем Павел продолжает. «От чего, отступив, некоторые уклонились в пустословии? От чего, уклонившись от чистого сердца, от доброй совести и нелицемерной веры?» Итак, некоторые уклонились от этого и уклонились в пустословии, желая быть законолчителями, но не разумея ни того, чем говорят, ни того, что утверждают. Так, если мы уклоняемся в своем учении или в своем служении от конечной цели, которая заключается в том, чтобы люди, которым мы служили, исполнились любовью, то все, что мы будем делать, это пустословие. Это обыкновенное религиозное пустословие. Наши проповеди, наши служения становятся просто пустословием, которое ни к чему не приводит. Я верю, что как христиане мы все должны задать себе вопрос, что мы производим в своем служении, что наше служение производит в нас самих и в тех, кому мы служим. Если наше служение не производит любовь, то значит, все, чем мы занимаемся, это пустословие. Теперь я бы хотел рассмотреть две замечательные фразы, которые использует апостол Иаков в своем послании, и эти два утверждения могут дать нам глубокое откровение о том, что такое любовь и что она производит. Первое утверждение записано в первой главе послания Иакова, 25 стихе. Иаков говорит, «Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и прибудет в нем, тот, будучи не слушателем, забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действовании». Закон совершенный, закон свободы. Вы думаете, что это за закон? Если вы откройте вторую главу послания Иакова, то Иаков отвечает на ваш вопрос. «Если вы исполняете закон царский по Писанию, «Возлюби ближнего твоего, как самого себя, хорошо делайте». Здесь Иаков говорит «закон царский». И он уточняет, что это за закон? «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Любовь — это царский закон. Любовь — это совершенный закон, закон свободы. Давайте рассмотрим три фразы, которые используют Иаков. Он называет любовь совершенным законом, то есть в этот закон включено все. Если вы будете исполнять этот закон, то все остальное автоматически будет в вашей жизни в правильном положении состояния. Во-вторых, этот закон — это закон свободы. Если вы движимы искренней любовью, то вы всегда сможете делать то, что захотите. Павел говорит, что «на таковых нет закона». Вам не нужен никакой другой закон, потому что любовь всегда делает все правильно. И дальше Иаков называет этот закон законом царским. Это закон царя. Когда вы живете по царскому закону, вы любите Бога и ближнего, то вы будете жить подобно царю. В каком-то смысле царь над законом. Он над всеми законами, потому что он царь. И, конечно же, нам в нашем демократическом обществе очень трудно представить себе это. Но Иаков говорит «закон царский», он имеет в виду то, что вам не нужно заботиться о каких-то других законах, потому что этот закон позаботится обо всем остальном автоматически. Итак, в заключение я хотел бы еще раз перечислить эти фразы. Во-первых, любовь — это совершенный закон, во-вторых, это закон свободы, и в-третьих, это закон царский. Вы будете жить не как раб, но как царь, если вы будете жить в любви. Вы будете свободным человеком, и все, что Бог будет ожидать от вас, содержится в этом законе. Вчера я рассказал о том, что любовь является окончательной целью закона. Некоторые считают, что Новый Завет и Ветхий Завет отличаются тем, что Бог ожидал от людей. Но это совершенно несправедливое мнение, потому что Божье желание всегда заключалось в том, что Бог хотел, чтобы мы научились любить Его и любить своего ближнего. Разница между законом и Евангелием заключается не в окончательной цели, но в средстве достижения этой цели. И Павел говорит, что закон, ослабленный плотью, не мог достичь эту цель. Но Евангелие является единственным способом к изменению человеческого сердца, и только оно может помочь нам исполнить вечные Божьи цели, которые заключаются в том, чтобы мы научились любить. Мы рассмотрели два стиха, которые Иаков использует в своем послании. Он называет любовь совершенным законом, что в этом законе уже содержится все. Он называет любовь царским законом, что живущий в любви живет как царь, а не как раб. И он называет любовь законом свободы, потому что когда вы действительно будете свободны делать то, что хотите, потому что любовь всегда будет двигать вас делать только правильное. Сегодня я хочу рассказать вам об еще одной очень-очень важной факте, которую нам никогда не следует забывать. Дело в том, что любовь незаменима. Я повторю это еще раз. Любовь незаменима. Мы обратимся к посланию Коринфянам, первое послание Коринфянам, и мы начнем с последнего стиха 12 главы, это 31 стих, и затем мы перейдем к 13 главе, с 1 по 3 стихи. 13 глава 1 Коринфянам часто называется «Главой, посвященной любви». В конце 12 главы Павел говорит о том, что мы должны ревновать о дарах духовных. Он говорит, ревнуйте о дарах больше. Для нас это не предложение, но заповедь. Библия говорит, чтобы мы ревновали о духовных дарах. Но дальше Павел продолжает и говорит, что без чего-то еще духовные дары сами по себе не смогут достичь Божьей цели. О чем он говорит? Павел называет это путем еще превосходнейшим, и это путь любви. Павел говорит, я покажу вам путь еще превосходнейший. Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кинвал, звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. И если я раздам все имение мое, и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. В этом отрывке мы видим несколько очень веских и очень важных утверждений, которым нам следует прислушаться. Продолжая свое наставление о духовных дарах, Павел приводит в первых трех стихах 13 главы Коринфина три примера, которые охватывают три сферы проявления духовных даров. Дары говорения, дары откровения и дары силы. Дары говорения, Павел упоминает о них, когда говорит о языках человеческих и ангельских, и о даре пророчества. Он говорит, даже со всеми этими дарами, если я использую их без любви, то я буду всего лишь медь звенящая или кинвал звенящий. Дальше Павел говорит о дарах откровения. И он говорит, если я знаю все тайны, имею всякое познание, но не имею любви, то я ничто. Дальше он переходит к дарам силы. И самым наивысшим даром сил является дар веры. И он говорит, если имею всю веру, так что могу и горы переставлять, но не имею любви, то я ничто. В начале этой главы Павел не только говорит о том, что мы должны практиковать духовные дары, но он говорит, что без любви все эти дары ничего не значат. Но также он говорит о самом лучшем проявлении благочестия. И говорит, если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, если я даже готов стать жертвенником ради Христа, «Да, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы». По-моему, это очень важные слова, которые в сущности значат, что независимо от того, что мы делаем, в каких дарах мы служим, насколько мы готовы к самопожертвованию, все это без любви не имеет никакой пользы. Нам всем нужно принять это к своему сердцу. Лично я могу исповедать совершенно честно, что в прошлом я иногда позволял себе уклониться от настоящей цели, от достижения любви. И я учил, и я служил людям в духовных дарах, но иногда моя жизнь очень нуждалась в любви, и я критиковал других верующих, я надмивался, я гордился и превозносился из-за своих духовных даров, и я уклонялся в сторону от главной цели. И, честно говоря, смотря на тело Христово по всему миру, мне кажется, что самым большим дефицитом является любовь. Если бы у нас была эта божественная любовь, мы бы не поступали друг с другом так, как мы поступаем. Мы бы не обвиняли друг друга, мы бы не критиковали, не осуждали, не завидовали, мы бы не унижали друг друга, мы бы назидали друг друга. Павел говорит, что любовь созидает, она не унижает. Любовь не негативна, она всегда позитивна. Очень часто мы используем свой интеллект, свои дары, свою мудрость к разрушению, но любовь никогда не проявляется в разрушительном аспекте. Она всегда положительна и созидательна. Поэтому любовь незаменима. Я хотел бы, чтобы каждый из нас запомнил это. Поэтому я повторю это снова, что любовь незаменима. Есть еще нечто, что мне необходимо сказать. Дело в том, что любовь, о которой мы с вами говорим, приходит только через один источник, через веру. Некоторые пытаются превозносить любовь над верой, считая, что любовь — это все, что нам нужно, что о вее даже и говорить не нужно. Но это совершенно нелогично и неоправданно. Да, любовь имеет огромное значение, но любовь, о которой мы с вами говорим, может прийти в нашу жизнь и выражаться через нас только через веру. Вера является основой для того, чтобы принять и проявлять эту любовь. Послушайте, что говорит Павел в послании Галакам 5, главе 6 стихе. «Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезания, ни необрезания, но вера, действующая любовью». Я верю, что обрезание и необрезание мы могли бы еще понять как внешне религиозные какие-то проявления. И Павел говорит, что само по себе это не имеет никакой силы, если только это не будет основано на любви. И Павел говорит, что все, что имеет значение, это вера, действующая любовью. Все, что имеет значение для нас с вами, это вера, действующая любовью. Поэтому мы никогда не должны разделять веру и любовь. Мы могли бы сказать, что у меня есть вера и начать гордиться своей верой, но если вера не производит в нас любви, то это бесполезная вера, в конце концов. Или мы можем поставить все ударение на любви и сказать, что любовь — это то, что нужно всем. Но мы не должны забывать также о том, что получить эту любовь мы можем только через веру. Только через веру мы можем принять и проявлять Божью любовь. Поэтому если мы просто будем говорить людям, что вы должны любить, должны любить, но не дадим им ключ веры, то тогда мы просто будем приводить их к разочарованию и отчаянию. Вы не сможете проявлять любовь к Божью просто своими попытками и стараниями. Это очень просто, но совершенно очевидно. Предположим, что я бы сказал своей жене, «Дорогая, я так стараюсь тебя любить». Как вы думаете, ей бы понравилось это? Я так не думаю. Почему? Потому что старание уже является доказательным того, что вы на самом деле не любите. Когда мы стараемся любить людей, тем самым говорим, что мы не любим их любовью Божией. Любовь проявляется не через старание. Как же она проявляется? Через веру. Вера, если это Божья вера, через возрождение высвобождает через нашу жизнь любовь к Божью, и не существует никакого другого доступа к этой любви. Сегодня мы продолжаем изучение нашей увлекательной и полезной темы, которая называется «Любовь Божья». В двух предыдущих программах по этой теме я рассказал о двух очень важных фактах, которые заключаются в том, что, во-первых, любовь является концом и закона, и Евангелие, то есть, другими словами, Бог всегда стремился только к одной цели в отношении человека во всех поколениях, во всех эпохах и в Ветхом Завете и в Новом Завете Божьей окончательным требованием всегда была любовь, любовь к Богу и любовь к ближнему. Разница между Законом и Евангелием заключается не в цели, а в средстве достижения цели. Второй факт, который мы рассмотрели вчера, заключается в том, что любовь незаменима. Ничто другое не может заменить ее, и поэтому все остальное без любви в конце концов является бесполезным. Об этом Павел говорит в первых стихах 13 главы 1 послания Коринфина. Сегодня мы продолжим изучение этой главы. Мы сосредоточимся на стихах с 4 по 6, той, где Павел описывает любовь в действии. И изучая эти стихи, мы увидим, как любовь должна себя выражать практически. Как мы можем выражать эту любовь, и как мы можем определить, что другие люди наполнены этой любовью. И в этих стихах содержится несколько последовательных утверждений о любви. Итак, 1 Коринфянам 13 глава с 4 по 6 стихи. «Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине». Я попытался проанализировать эти стихи и пришел к одному очень удивительному выводу. Дело в том, что эти стихи, это послание, были написаны не как теологический труд, но как выражение практической заботы Павла к коринфским верующим. Если мы проанализируем эти три стиха, которые мы только что прочитали, то мы увидим в них 14 утверждений, которые описывают 14 типов проявления любви. И что еще более интересно, что 7 из этих характеристик негативны по своей сущности и 7 позитивны. 7 раз Павел говорит, что любовь не делает, и 7 раз он говорит о том, что любовь делает. Поэтому нам представлены две стороны, негативная и позитивная. Вначале мы рассмотрим 7 негативных качеств, и каждый из них я прочитаю в двух переводах для того, чтобы нам получить полную картину. Итак, перед нами 7 негативных характеристик любви. Во-первых, любовь не завидует. Она не ревнива. Она не завидует по поводу того, что есть у других, от чего нет у нас, и не пытается использовать неправильные методы и мотивы для того, чтобы получить это. Во-вторых, любовь не превозносится. Она не хвастается. Любовь не делает каких-то громогласных заявлений и утверждений о себе или о чем-то другом. В-третьих, любовь не гордится, или, еще мы могли бы сказать, не надмивается. Любовь не унижает людей, она относится ко всем людям как к ценным, уважаемым людям. Некоторые хорошо относятся к тем, кого они уважают, тех, кто находится над ними, но надмиваются над теми, кто находится ниже них. И я пришел к этому выводу, когда служил в британской армии, я был в звании капрала, тогда как все мои родственники занимали посты генералов, полковников, бригадиров, а я оказался всего лишь капралом. И я понял, что офицеры, которыми были мои родственники, выглядели совершенно по-другому, когда на них посмотреть снизу. Они не были такими же, какими я привык их видеть, но любовь, она всегда остается любовью, с какой бы стороны на нее ни посмотреть. В-четвертых, любовь не бесчинствует. Если вы хотите быть человеком с хорошими манерами, изращивайте в себе любовь. В-пятых, любовь не ищет своего. Она не эгоцентрична, она не настаивает на своих правах. Шестое, любовь не раздражается или не выходит из себя. Когда мы начинаем выходить из себя, когда мы начинаем гневаться, когда мы начинаем терять контроль над собой, нам нужно тут же остановиться и вспомнить, что это не любовь. Существует гнев, который допустим, но это гнев против неправедности. Это гнев направлен не на людей. Седьмых, любовь не мыслит зла. Или еще мы могли бы сказать, что любовь не ведет счет обидам. Как опасно вести счет обидам, которые нанесли нам люди. Очень часто в брачных отношениях муж или жена или обои составляют такой внутренний список оплошностей и грехов друг друга. И это так портит взаимоотношения, потому что у них, у всех есть претензии друг к другу. Допустим, он не подарил мне цветы на нашу годовщину или он не сказал мне, что он вернется на ужин. Все это может быть очень простым и незначительным, но это может портить взаимоотношения, которые должны быть взаимоотношениями любви, гармонии и мира. Поэтому, если у вас есть этот счет обид, разорвите его сегодня же и подытожив все эти семь негативных качеств любви, одной фразой, я бы сказал об этом так. Любовь полностью безопасна. Человек, которого мы считаем опасным человеком, на самом деле не практикует любовь, потому что любовь безопасна. Теперь мы рассмотрим семь позитивных качеств любви. Первое, любовь долготерпит. И это слово используется во всех переводах. Нетерпение является в сущности выражением отсутствия любви. Во-вторых, любовь милосердствует. Любовь не злая, она всегда позитивная, она всегда делает добро. Третье, любовь сорадуется истине. Любовь радуется, когда люди в другой церкви получают благословение. Любовь радуется, когда другой проповедник достигает успеха. До тех пор, пока все это прославляет истину, любовь радуется. Четвертое, любовь все покрывает или все переносит. Для любви нет чего-то слишком тяжелого. Еще один перевод говорит, что любовь не протекает, не пускает течь. Я помню, как однажды один человек молился в церкви за одного молодого парня, который вышел на покаяние, и говорит, Господь, наполни его Святым Духом. А пастор церкви поднял свою руку и сказал, нет, Господь, не наполняй, потому что он протекает. Очень многие люди исполняются Святым Духом, любовью, но они протекают. И если вы не хотите практикать, то тогда вам нужна настоящая любовь, потому что настоящая любовь не практикает ни под каким давлением. Пятое, любовь всему верит. И мне очень нравится этот перевод, потому что он очень четко передает смысл взаимосвязи между любовью и верой. Любовь является плодом веры, и любовь всегда верит во все, что говорит Бог. любовь. Шестое, любовь всегда надеется. Любовь оптимистична. Как приятно встречаться с оптимистами, и как тяжело общаться с пессимистами. Если вы хотите быть популярным человеком, будьте оптимистом. Оптимисты, говоря по большому счету, очень популярны в сегодняшнем мире. И седьмое, любовь все переносит. Она может перенести все, она никогда не сдается. Подытожив эти семь позитивных аспектов любви, я бы сказал, что любовь бесконечно сильна. Она может перенести любые напряжения, пройти через любую ситуацию. Любовь никогда не сдается. Теперь я хотел бы обратиться к книге «Песни Писней», которую мы уже читали прежде в нашей программе 8 глава 6 и 7 стихи. «Песни Писней» 8 глава 6 и 7 стихи. «Крепка как смерть любовь». Удивительные слова, потому что смерть неизбежна. Никто из нас не может избежать смерти. Здесь говорится, что любовь крепка как смерть. И дальше говорится, и это соответствует тому, о чем Павел говорит в 1 конеке на 13 главе, что большие воду не могут потушить любви, и реки не зальют ее. Независимо от того, с чем мы сталкиваемся в жизни, любовь пребывает, любовь непреодолима. И, кстати говоря, смерть и воскресение Иисуса Христа доказала не только, что любовь сильнее смерти, но что любовь сильнее, чем смерть, и она превозносится над смертью. Вчера я рассказал о том, как любовь выражает себя. Мы рассмотрели отрывок из 1 послания Коринфянам, 13 главы, 4 по 6 стихи. Мы рассмотрели 14 качеств любви. 7 были негативные, и 7 позитивные. 7 качеств, которые любовь не делает, и 7 качеств, которые любовь делает. И сейчас я вкратце повторю их. Во-первых, 7 негативных качеств любви. Любовь не завидует, любовь не ревнует. Любовь не превозносится или не хвалится. Любовь не гордится или не надмивается. 4. Любовь не бесчинствует. 5. Любовь не ищет своего, она не настаивает на своих правах. Любовь не раздражается или не выходит из себя. 7. Любовь не мыслит зла или не ведет счет обидам. Это были 7 негативных качеств любви. Теперь я перечислю 7 позитивных качеств. 1. Любовь долго терпит. 2. Любовь милосердствует. 3. Любовь сорадуется истине. 4. Любовь всегда все покрывает. 5. Любовь всему верит. 6. Всего надеется. 7. Любовь все переносит. истинит. И я подытожил 7 негативных качеств, сказав, что любовь совершенно безопасна. И 7 позитивных характеристик, я подытожил, сказав, что любовь бесконечно сильна. сегодня хочу поделиться с вами еще одним отличительным аспектом проявления любви, который записан, во-первых, в Новом Завете. Об этом говорит Иисус Христос. И аспект, о котором я расскажу, выражается в том, что любовь полагает свою душу. Иисус дал нам образец и также Он дал нам заповедь, которую мы можем прочитать в 15 главе Евангелия Иоанна, 12-13 стихах, где Иисус обращается к Своим ученикам и говорит, «Сия есть заповедь Моя, да любите друг друга, как Я возлюбил вас». Нет больше той любви, как если кто получит душу свою за друзей или своих. Во-первых, мы должны увидеть, что для нас, христиан, любовь — это не пожелание на выбор. Есть христианская жизнь необязательные вещи, но любовь является совершенно обязательной. Для тех, кто принял Иисуса Христа своим Господом и Спасителем, любовь является заповедью. Иисус говорит, «Заповедь Моя есть Я». Да любите друг друга. И также Иисус говорит о том, как мы должны любить друг друга, какой любовью. Иисус говорит, «Любите друг друга, как Я возлюбил вас». Он установил стандарт этой любви, и Он никому не давал права занижать этот стандарт. «Любите друг друга, как Я возлюбил вас». Это заповедь, которую дал нам Господь. И в следующем стихе Иисус объясняет, как мы должны проявлять эту любовь. «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». Итак, эта любовь в сущности заключается в том, что она готова сложить свою душу. В некоторых переводах говорится «сложить жизнь», но в греческом оригинале говорится именно «сложить свою душу». Любовь готова пожертвовать своей душевной жизнью. И душа имеет три основных функции, описанных в Новом Завете. Душа сослита в основном из интеллекта, разума и воли, которые выражаются через три глагола, три очень простых глагола. Воля говорит «я хочу», эмоции говорят «я чувствую», и разум говорит «я считаю». В этом заключается сущность природы нашей души. Она выражается через желания, через чувства и через мысли. любовь готова сложить душу. То есть, другими словами, любовь не контролируется своими желаниями, своими чувствами и своими мыслями. Любовь имеет более высокий уровень. Любовь мотивируется желанием добра для другого человека. и когда мы становимся перед дилеммой, перед тем, что выгодно для нас и тем, что выгодно для другого человека, любовь готова уступить. Любовь не настаивает на своих чувствах. Возможно, мы будем чувствовать, что мы хотим отдохнуть, но человек, которого мы любим, нуждается в помощи. Или, возможно, вы думаете, что ситуация имеет такое исколкование, но подобность для ситуации мешает вам понять человека и помочь человеку. Поэтому вы уступаете. Или, возможно, вы чего-то хотите, но кто-то другой нуждается в том, что противоречит вашим желаниям. Итак, в каждом случае, когда вы становитесь перед дилеммой, тем, что выгодно для вас и тем, что выгодно для другого человека, то любовь готова уступить и сложить свои желания, свои чувства ради блага другого человека. Для нас, другими словами, другие люди становятся более важными, чем желания, чувства и решения нашей души. Любовь готова сложить душу. Любовь не контр... душа не контролирует любовь. В своем первом послании, третьей главе, апостол Иоанн точно так же описывает условие, о котором только что прочитали. Первая Иоанн, третья глава, 16-го, 20-й стихи, Иоанн пишет, «Любовь, познали мы в том, что Он, Иисус, положил за нас душу Свою». Если бы Иисус не дал нам образец этой любви, мы бы не знали, в чем она выражается, но у нас есть очень четкий образец. Иисус нам показал этот образец, и Он дал нам заповедь любить друг друга точно так же. Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу Свою, и мы должны полагать души за братьев. Осознавая любовь Божью в том, как она проявляется, мы должны проявлять эту любовь точно так же. Поэтому Иоанн говорит, Иисус положил Свою душу за нас, и мы, в свою очередь, должны полагать Своей души за братьев. Это соответствует тому, что сам Иисус сказал, что никто не может любить своего друга выше, чем если я дала свою жизнь. И дальше Иоанн в своем послании продолжает и приводит очень практическое применение этой истины. И я боюсь, что иногда мы становимся настолько религиозными, что забываем о практической старании новозаветнего учения. В следующем стихе, после того, как Иоанн сказал, что мы должны любить друг друга, Иоанн продолжает и говорит, а кто имеет достаток в мире, но видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое, как пребывает в том любовь Божья. То есть, другими словами, просто чувствовать любовь, просто выражать любовь в словах недостаточно, мы можем выражать ее практически. Иоанн говорит, что если кто-то из наших братьев имеет материальную проблему, нужду, а у нас есть достаток, и мы в силах помочь, но если мы не помогаем, то это значит, что мы не любим этого человека Божьей любовью. И нам всем необходимо прислушаться к этим словам. Затем Иоанн продолжает и говорит, что мы должны быть лицемерами, «Дети мои, станем любить не словом или языком, но делом и истинным». То есть, другими словами, просто говорить о любви недостаточно, просто использовать религиозные клише недостаточно, просто говорить «Добро славить себя Бог или Иисус любить тебя недостаточно», потому что часто не Иисус должен помочь, но мы. Дальше он говорит, «Вот почему узнаем, что мы от истины и успокаиваем перед ним сердца наши, ибо если сердце наше осуждает нас, то кольми паще Бог, потому что Бог больше сердца нашего и знает все». Итак, сердца никогда не будут осуждать нас, когда мы будем проявлять истинную любовь, мы будем покоиться в Божьем присутствии. Этот покой может прийти только через выражение Божьей любви. истинную любовь, а истинную любовь. Продолжение следует...